Ты уснул, но ведьмака я не прошел. Возможно, ты уже в снах видел, как я прошел ведьмака. Но это было круто, наверное, да? Для тех, кто смотрит в записи, это, кажется, 11-я часть. Сегодня мы добьем, должны добить ведьмака, 2-е дон, кровь и вино, максимальный уровень сложности, казуалочка. Сделали практически с первого раза мега-химика, который с колоссальным уроном всех мочит. Если наткнулись на эту часть, не смотрели предыдущие, конечно же, начните с предыдущих. Они все есть на ютубе, кроме четвертой части. Rest in peace. Вот. И что говоришь? Она утонула. И мы остановились на моменте, где идет некое разветвление по сюжетке. То есть можно сделать так, можно сделать так. И не факт, кстати, что мы пройдем обе концовки, но попробуем. Зависит от того, сколько времени понадобится. Кто гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. Так, отыскать Демьена и расспросить, где держать Сиану. Где ты стоишь? То есть нас уже предупредили о том, что назад дороги нет. После этого мы еще пробежали какое-то время. Да, на премию Full HD, 60 фпс. Воу-воу-воу-воу-воу. Нифига себе. Что за... Ну я без масла, как вы видите. Хотя можно и без интоксикации, и без эликсиров. А что на одного тратить-то? Ох, он... Хотя он плотный, реально плотный. А почему не вылетает урон вообще? О-о-о! Во, сейчас начал вылетать урон. Давайте, ребят, навалились, навалились. Все. Странно, я бил по нему, а урон не проходил. Надо каким-то макаром спуститься вниз, наверное. Это да. Я понимаю, что по маркеру мне не туда. Но... Да, ешки-матрешки. Зачистили что-то они. Я не хочу их убивать. Потому что это долго, и я их уже сто раз мочил. Наши должны справиться. Тут развилки, там же написано или. Ну да, я понимаю. Для этого и сделали сейв. Чтобы... Обе концовки как бы в одно прохождение не сделать, но можно прилоднуться и посмотреть вторую концовочку. Их будет много, говорят. Окей. Музыка чуть громче. Изи вообще. Никто не просил музыку громче сделать. У меня есть запас по музыке. Вообще изи. Я обожаю музыку в Ведьмаке. Она... О, паника, ребята! Взрывы! Пыщ, пыщ! Не, судя по всему, мне лучше затариться с... Не понял. Если у меня нет эликсиров, то какого хрена у меня ушла токсичность? Отраженный урон. Сила атаки. Ну, хоть 45 интоксикацию постоянную получим. Это 100% урона дает. А кто это так... Что это за чудовище? Г-г-г-г-г-г-г. Трупоед? Нет. Реликт, может. Огр? Смешно ведь, смешно. Сейчас мне подскажут... Что, ведь ты сваливаешь, что ли? В Uncharted пошел играть. Да, и эта транскляция, кстати, единственная в Ведьмаке, которая идет из офиса Гудгейма. А, вампиры. Они все вампиры, точно! Против вампиров у меня есть одно средство верное. Маслица 50. Масло очень хорошо работает. Изи. Просто изи. Малый синий мутаген. Лучше бы красный дали. Хорошая работа в Uncharted пошел играть. Но сегодня рабочий день был так же там с 10 часов, поэтому... Воу-воу-воу! Кто это такой? Это летучая мыша. Поэтому у нас уже рабочий день закончился. Кто-то... Блин, я слышу по... Так, давай-ка Акси. А, вон она. Бруксен. Ёпресса ты. Не, надо ставить. Ну, подходи, скотин! А, какой Акси? Блин, опять я Акси с Ирденом путаю, а? Вон она бегает, вижу. Ну, ставь! Вот она. Ну, понятно. И опять нихрена не видно, а? Аааа! Я не видел такого. Черной кровью выпить надо? Да ладно, и так сойдет. Да она вообще злая! Ну, умри уже! Все, от яда умерла. Ну, в смысле, от масла, который там периодически урон наносит. Да-да-да... Почти уточким. Класс. Урон, конечно, сказочный. Но могло быть еще лучше. Пора осмотреться. Задание дополнено. Используйте дьмачи и отыскать Дамьена. Панцирь ему не помог. Когти порвали металл, как лист бумаги. Черная кровь против вампиров хорошо заходит. Надо поставить ее в быстрый этот набор. И у меня уже, я вижу, хромакей рябит. Сейчас будет солнце садиться. Я заранее извиняюсь за то, что хромакей надо будет перестраивать постепенно. Потому что... Ну, потому что освещение меняется. Дома-то у меня есть лампа, которая компенсирует эту тему. А тут окна большие. Буду периодически подправлю... Исправлять. Так, вижу следы. Они не удержали строя и побежали. Побежали, побежали. Идем по следу. Занавески может сделать. Так, жалюзи заказали. Ой, ё-моё. Уличная баррикада. Паника. Альп. Альп. Альп, 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 альп. Токсичность. Там сработало, кстати Сработало Квен Сработало То есть если у тебя наносят там А, их двое Так, стопэ, стопэ, стопэ Черную кровь Вообще нет урона Видимо из-за отсутствия Брук Иди сюда, скотина Прыгает Не вижу ее А, вижу, идет Ну давай, проявляйся Еее Блокирует Ну в смысле отбивается Сейчас освежу здесь Ирден И добьем отлично Ну изи, по дамагу очень легко Если бы еще правильные эликсиры были Заюзаны То было бы совсем легко Ну тот, который на 50% больше урона Еще на сокращение получаемого урона Сохранить на ручное, чтобы потом на другую концовку переиграть Да, я так и сделал Он упал на живот Рану на спине Так Здесь типа у нас замес Идем наверх Можно лутать Но я не вижу особого смысла Время тратить на лут А можно помедитировать? Такой вопрос Нет Эликсиры опять пропали Вы посмотрите Должны быть они в банке Забаррикадировались Скотина Почему эликсиры спадают? Добро И так сойдет Привет Привет Да, приуныли солдаты такие Пора отступать Боевой дух никакой Не буду драться Давай, ты чего? Не хочет Да, надо валить Тут уже прикрытый труп Да Отряд Раненых перевязать Готовятся к выступлению Очень хорошо Мудрое решение И вот еще что Против вампиров Используйте Исключительно серебро Прикажи алхимикам Приготовить Как можно больше масла От вампиров Наносите его на мечи Особенно осторожно С альпами и бруксами Это те Что в облике женщин Они умеют исчезать О, отлично Против них помогают Бомбы с серебряными Напомнил про Бомбы с серебряными Спасибо, ведьмак Надеюсь, ты стоишь Тех денег Которые тебе обещала Княгиня И принесешь Башку сволочек Которая все это устроила Можешь мне доверять Я решу ваши проблемы Я не буду палиться Что у меня другой план Поэтому Пока скажу только Что мне нужна Сиана Ты знаешь Редикт княгини Сиана ожидает суда В заточении Вердикт я знаю Но я с ним не согласен Понятно Я не могу себе позволить Такую роскошь Я присягал Княгине на верность Люди гибнут Из-за одного человека Если княгиня узнает Что я тебе помог Я пойду на гильотину А я следом за тобой И все-таки я хочу рискнуть Вижу я Зря теряю время Подожди Когда Когда я в последний раз Видел Сианну Ее милость сопровождала Ее в детскую комнату Во дворце Да что ты В детскую комнату Ты уверен? Я служу при дворе Много лет Знаю там каждый угол Конечно, холера Я уверен Так что Княгиня Заточила ее В кукольном домике? Честно Понятия не имею Я говорю только то Что видел А дальше Это уже не мое дело Понимаю Я все проверю А ты возвращайся В гарнизон Лучше по моим следам Там пока спокойно О Неожиданно появилась Дружина у него Надо дать знать Рейдису Чтобы он ко мне присоединился Так С птицами Передать Рейдису Куда ему следует явиться А вот они птицы Пусть Рейдис Встретится со мной во дворце Нам надо пробраться В детскую комнату Игра престолов Пошлите Ворона В Королевскую гавань Встретиться с Рейдисом Во дворце Мне во дворец В общем-то Пешкарусом недалеко Нет Лучше Через чекпоинт Через главный рынок И скоро будет Левелап Закину наверное Последнюю В Дегенерацию Этой В Интокс Быстрый переход Не работает Короче Чтобы уменьшалась Интоксикация Одного Как раз очка не хватает Будет по 5 в секунду И Это позволит мне чаще Пить эликсиры Даже учитывая Пропитые Ну там Три основных эликсира Пропиваешь На 90 интоксикации И можно потом Пить 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 Пока все Изи Сейчас посмотрим Да Все эликсиры Обновились Так что В следующую битву Можно нормально Так Опа По крайней мере Нужно маслом не жалеть Я наверное Пропью Стандартные Мэйтри эликсира Бонусный урон Сила атаки Знаки Ну знаки так Резисты С уменьшением И И наверное Все таки Отвар из призрака Хотя можно и четвертый Выпить Наносим Масло на меч Давай гром Еще пропьем Да Ее так Не пробить Нифига Она все Отражает Ну перебей Ах Промазал Два удара Промазал О Нифрена не видно Но вроде как Она сейчас от яда Должна уже Сама сдохнуть От тиков Нет Не сдохла Пробили Все кроме крови Говорит Отличная черная кровь Так кровь Она же вроде отражает Урон от вампиров И А еще ранит Когда существо ранит Видимо Акан Но если им рано Отбрасывая назад Все Надо черную кровь Реально пропивать Там сзади Одного противника Оставил Но Это Наверное Не столь Все равно Хватает Понимаете Все равно Хватает Сделал Какого-то Химика Дикого И все И Никаких проблем Ладно Бог с тобой Пресс X to win Да Причем Повторюсь Максимальный Уровень сложности Максимальный И что И ничего Но есть Кстати Кажется Дончики Хорошие Которые Детская комната За этой дверью Как видишь Здесь Отерался Один из моих Братьев Я позаботился Чтобы он нам не мешал Советую отложить Долгие беседы Заходим Детскую Закрыто Разумеется Регис Мне бы не хотелось Возиться с дверьми Ты не будешь Он уже пропал Сейчас И Просочился Блин Ах ты Вообще нормально У меня залетело Это Это Регис Мелодия И правда Жалко Механизм Поврежден Ежедневник Тетрадь Собственность Изабель Деракфор Придворной Гувернантки Это Записки Опекуншей Сианы И Анны Генриэты Из тех времен Когда они Были детьми Не знаю Как нам Это поможет Но Пролистать Его Разумеется Надо Игру Погромче Легко Сделал Так Тут Несколько Диалогов Сиана Подарила Мне Давайте Все Подряд Сиана Подарила Мне Самодельную Открытку Релесть С обезглавленными Окровавленными Людьми А может И нет Я спросила Зачем она Это нарисовала Княжна Ответила Что это Сцена Из кошмаров Которые Снятся И сколько Она себя Помнит В самом деле Сиана Каждую ночь Просыпается С криком Если только Не спит В одной Постели Санна Риэты Кажется Девочкам Над которыми Висело Проклятие Черного солнца Снились Кошмарные Сны Некоторые Сходили От них С ума Сегодня Девочки Поссорились Должна Отметить Что Вели Они Себя Никак Пристала Дамам Дошло До Рукоприкладства Первый Ударила Сестру Анна Генриетта Да Сиана Не осталась В долгу Прежде чем Я их разняла Анна Риэты Потеряла Два Молочных Зуба Она Сейчас Ж Побежала Жаловаться Родителям Его Княжеская Милость Не принял На веру Моих Показаний Всю Вину Возложили На Сиану Девочка Была Серьезно Наказана Анна Риэты Пыталась Потом Смягчить Ситуацию Но Князь Княгиня Были Непреклонны Ну да Если уж Заслужил Репутацию Паршивой Овцы Тяжко От нее Потом Избавиться Все равно Говорят Тихо Диалоги Громче Давайте Я на максим Выкручу Всяко Будет Получше Посмотрим То есть По По этому Ежедневнику Раскрываются Взаимоотношения В раннем Возрасте Сианы И Анриеты Да Анриеты Вот И пока Оказывается Сиана Не Не Сначала Была Плохой Сопровождала Девочек В стране Тысячи Сказок Мы провели Там Полдня Сперва Мы играли С Дюймовочкой А потом С Рум Цайсом Он Необычайно Галантен Для Разбойника Начинаю Подозревать Что Изабелла Дракфор Писала Дневник Под влиянием Каких-то Галлюциногенов Канабиса Обыкновенного Или Тсс Не Перебивай Склоняю Голову Перед Достижениями Погоди Погоди Артовиус Был придворным Чародеем Мастером Иллюзий А это означает Регис Последний раз Прошу Не перебивай А то пойдешь В угол Девочки Сказали Что если Я захочу Выбраться Туда Одна Достаточно Открыть Книжку Страна Тысячи Сказок И повторить Вслух Заклинание Экспекта Лудум Книжка Как ключ К иллюзиям Ничего себе Это уже Интересно Любопытно Давайте Последнее Что я сделал Это сделаем Микрофон Потише Чтобы вы Смогли Выкрутить Погромче Диалоги Должны Сейчас быть Приблизительно На одном уровне Присланные Капитулом Не знаю К каким Выводам Они пришли На его Княжеская Милость Явно Обеспокоен Видимо Именно Тогда У нее Диагностировали Синдром Черного Солнца Или Навесили Ей Такой Ярлык И вот Дальше Я Спросила Князя Что ждет Княжну Он Не Ответил Сегодня Занималась Девочками Невгардским Сиана Очень Старалась Хотя Она С трудом Запоминает Новые Слова Княжна Анариэта Демонстрирует Большие Способности Но Более Склонна К проказу Когда Она Думала Что я Не Слышу То Сказала Мой Адрес Блёды Хойли Они Сианой Смеялись Во весь Голос Блёды Это Ёбаные Или Ёбаные Ахуэль В звучном Языке Наших Не слишком Дружелюбных Южных Соседей Слово Это означает Место Которым Спина Утрачивает Своё Благородное Название Спина Утрачивает Своё Благородное Название Как Как вам Оборот Очень Тактичное Описание Для Жопы В смысле Таз Короче Да Enough 18 плюс Спасает Знаю Это Звучит Неправдоподобно Но Может Анна Генриетта Заточила Сиану В этой Иллюзии Может Там Она Была Бы В безопасности И в заперти Давай Проверим Так Где Где там Эта Книга Книга Заклинания И Давным Давном Вот Он Шкаф Закрыто Ищем Книгу Под ковром Под ковром Ничего А что Там Должно Быть Кроме Пыли Которую Туда Замела Ленивая Горничная За картиной Не так Много Мест Где Можно Ключик Спрятан За Золотой Ключ Замок Открыт И Вот Она Книга Так Это Оно Так Там 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 Было Два Слова Нужно Сказать Нет Нет Экспекта Людум Время Наркомании Кажись Левел Прилетел Регис Алиса Станет чудес Да Посмотрим Пока Огромные Грибы Тут Выдают Огромные Мухоморы Да Время Пришло Страна Тысячи Сказок Невероятно Посмотрим Куда Ведет Эта Дорога Да Так Во-первых Я хочу Эй А мне же дали А не Не дали Еще Левел Не дали А такой Эффект был Как будто Расходит С ума Вся Эта Страна Иллюзия Она Настолько Мощная Что Ее Нельзя Рассеять Вольпер 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 Тингер Заяц Заяц Какой-то Эй Хорош Я пытаюсь Пройти По По Маркеру Но вряд ли Наверное Так Высоко Забираюсь Там Нет Необходимость Герл Чаще Скатывается Да Сейчас Будем Открыть С одной Стороны Да Вырастишь С другой Уменьшишься Чеширского Бо Еще Повстречать Музыка Тут Тоже Какая-то Волшебная Таинственная Зараза Выпусти его Он схрумкал мои прянички А теперь я его схрумкаю А вот и Левел А вот и А вот и А вот и Левел Левел А вот и Не трогай мою печку Золотко И то Поссоримся Еще Сама Открывай А это кто? Заблудившийся путник? Не место тебе тут, миленький Старый ты Бледный Худой Но да не бойся Добавлю маслица Травочек Славный выйдет гуляш Опс Баба-яга Вот только тебя Поймаю Блин Злая ведьма Капец Какая она Так Ну я пью эликсир Опять эликсиры спали Да что ж ты будешь делать-то Ёпары СТ Так А кто она может быть по лору? Вообще По лору По какому лору? Может быть реликты Типа редкие Давай попробуем реликты Ну может быть она даже вне А магическая тварь она Магическая тварь Оооо У меня есть против магических Тварей хорошие Ничего себе Отличное масло Против магических Ну давай Ты что Какой ты правый А что там? Оооо Я понял Архиспора вызывает Все минус нули Так Как мне ее Сбивать там? Я думаю Надо ей Попробовать Ардом как-то Ну ну смерди Додаварева Перепить Чтоб она тебя не облила Я понял Тут бы Иволгу пропить Но Иволги у меня нет Блин Что-то не сбивается Может арбалетиком тогда? Ёпра себе Не Пофиг В общем Будем пробовать Знаки Акси тоже вроде ничего А в пузыре Она неуязвима Вот Ааа То есть как только Она опускается Можно попробовать Вот сейчас Например А потом пузырь унес Угу Окей Тогда попробуем Ну давай 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 Сейчас Должен спасть пузырь Есть Сбелим Вааа Хорошо Исчезла правда Телепорт Опять пузырь Ну давай Блин Долго Перезаряжался Василий Ооо Нифига себе Тут пёс Ну это Пантера Да Пантера Ладно Когда же Когда же Ты когда же Ты когда же Тебя отпустят Да Я стрелял Я же стрелял Блин Как она ржёт А прикольно Очень маленький Этот Пауза Ну Так Акси нет Арт Или Арбалет Ну Есть Сбили Она кого-то там вызвала Правда Метла 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 Метелка Попала Ну ладно Третье ХП Сняли Кого-то вызвали Снова Архиспору Вижу Ещё Пантера Ёпресс Акнияс Пропеваю Архиспора Минус Пантеру Добилем Надо просто стрелять Постоянно Авось В тот момент Когда да Попал Есть Метла Ещё осталось 40 какого-то Нет Всё Метла Минус С первого Траем Хорошо Говорит Если Метлу Убить То Она Взлетать Не будет Послушай Я Откуда Взялось Оружие От Сказочного Принца Ему Оно Больше Не Нужно О Вот Он Хорошие Ракурсы Спасибо Если бы не вы И жарила бы меня Сиана Это ты? Сколько лет же? Ты пришла поиграть, да? Нет Мне нужны только бобы Можешь выдохнуть Выдохнуть Потому что ты не хочешь С ним играть? О чём это? Уж Джек-то знает О чём Так что он мне Быстренько скажет Что случилось С его бабами Правда? Сиана Я Прости Но Но у меня их нет Ой Что-то ты Юлиш Может Всё-таки Сыграем Какую-нибудь Нашу игру Как раньше Например Скручен Связан По полу Скачет Ты же не забыл Правда? Я говорю правду Клянусь Анриета Велела их закопать В разных местах Чтобы ты Не могла Отсюда выйти Где? Понятия не имею Но Оська Тот что с волками Он должен знать Он всегда Сует нос Не в свои дела Хорошо Хорошо Если так А если нет Я тебя найду И мы ещё поговорим Понял? А теперь Проваливай Ну ладно Так что ты здесь Делаешь? Хороший вопрос Ищу утраченное детство Любопытно Нет Я пришёл Конечно Её освобождать Я пришёл Тебя освободить Очень мило С твоей стороны Но я освобожусь Сама Может да Может и нет С моей помощью Тебе точно будет проще Как показало Недавнее приключение Ммм А что ты так рвёшься Мне помогать? Тебе заняться нечь? Всё дело в Детлофе Он пытается заставить Анну Генриету Выпустить тебя И натравил На Баклер чудовищ Да В этом весь Детлоф Но ты же ко мне Не новостями пришёл делиться Правда? Так что давай К делу Разве не очевидно? Я предлагаю Союз Нам обоим важно Чтобы ты отсюда выбралась Тебе потому что Ты хочешь выйти на свободу Мне потому что Когда ты встретишься С Детлофом Кончится резня в городе Ммм Сперва ты меня разоблачаешь Из-за тебя Я попадаю в тюрьму А теперь приходишь Ко мне с просьбой Надо же Какие номера Откалывает жизнь Вообще Я бы посоветовала Тебе пойти в жопу Но Ты говоришь Что гибнут случайные люди Это не по плану Детлоф должен был убивать Только тех Кто провинился И никого больше Ладно Будь по-твоему Ведьмак Я принимаю Твое предложение Договорились Какая прямая девушка Да Да Может быть она Вообще не это самое Буквально хотела Так Расскажи мне побольше Об этом месте Расскажи мне побольше Об этом месте Это же иллюзия Так Да Это творение Арториуса Вига Здесь мы с Анной Генриеттой Разыгрывали сценки Из любимых сказок Не похоже Чтобы та ведьма Собиралась играть Это магическая Энтропия Если заклинание Не поддерживать Оно становится Неуправляемым Анной Генриеттой Выбрала опасное место Для твоего заточения Внешность обманчива Герои сказок На меня не нападут Если я сама Их не спровоцирую Но вот ты Ты здесь чужой Так что лучше Держи ухо востро Раз уж ты об этом вспомнила В чем провинились Рыцари Которых убил Детлов Крис Пи Дюлак Лакруа Хороший вопрос Кстати Я не понял Не хочу я это вспоминать Ну да ладно Пожалуй тебе это стоит знать Когда родители от меня отреклись Этим рыцарям поручили Сопроводить меня За границей княжества Они исполнили поручение Не сказав ни слова В мою защиту Ты же знаешь У них был приказ Ага Но у Крис Пи Не было приказа Бить меня на гайкой До потери сознания После первой попытки побега А Дюлаку Не поручали морить меня Голодом и унижать Одно я тогда выучила Рыцари ведут себя Не по-рыцарски Когда на них Никто не смотрит Да я согласен Ренегат Два Эйч Или как правильно Прочитать твой ник Сложный весьма Она не чё так Она не чё так Весьма и весьма Это многое объясняет Ты удивлён Правда Наверное ты решил Что всё понял Ещё до того Как услышал мою версию событий Да Все так делают Тебя изгнали Из-за проклятия Чёрного солнца Тебя изгнали Из-за проклятия Чёрного солнца Верно? Да Порченые княжны Мутантки Ты наверняка О нас слышишь Ещё бы Одну даже встречал Ренфри из Крейдена И что? Скажи Она правда была чудовищем? Она была Жестока Но почему? Из-за проклятия Или из-за того Что ей пришлось пережить? Сложно сказать Ты её убил? Да У меня не было Другого выхода Забавно То же самое сказала Мать Когда вышвырнула Меня из дома Так Может объяснишь Что там с этими Бобами Хм Объясню Не волнуйся Только вооружись терпением Из этой страны Есть два выхода Один из них Моя любимая сестричка Заблокировала Когда заперла меня здесь А путь к другому Который вон Там в облаках Здорово усложнил И спрятав бобы Я всё ещё не понимаю Не торопись Этот мальчик Это был Джек Из Джека Бобового стебля Ты помнишь такого? Помню Он влез По гигантскому стеблю К спрятанному В облаках Замку великана Мы сделаем то же Когда узнаем Куда Анриэто Дела бобы Всего их три Красный, голубой И жёлтый Ага А из одного Значит стебель не выросла Нет Всё должно быть Точно как в сказке Ясно Ну пойдём поищем Оська Может он и правда Сумеет нам помочь Оська Да, красивое место Конечно Очень красиво Ося всё время Крутился на поляне У подножия горы Это недалеко отсюда Пройдёшь домик ведьмы И сразу направо Так, ну мы будем Ну ладно Хотя зелёный мутаген есть Может мы Ой там Какой-то враг Нифига себе Там какие-то предметы Подождите Вот Во-первых Пряничный человечек Кукла для магических ритуалов Ну как бы Да К бабе-яге Относится непосредственно И я слишком быстро Всё собрал Наверняка там что-то было ещё Были рунные камни Насколько я понимаю Надо будет собирать Всё аккуратненько В следующий раз И внимательно читать Оська Так что собственно Происходит в городе Льётся кровь Так что нам надо Поторопиться Успокойся В стране сказок Время течёт иначе Мы можем неделю просидеть А снаружи пройдёт Пара минут Две штуки Интересно что будет Отравленное яблоко Отравленное яблоко Да и тут видите Время идёт по-другому Отравленное яблоко Ну хотя Восстановление здоровья С токсичностью Оно Вот видимо В этом В этом смысл Токсичность 15 Регенерация Здоровья Ну стандартное яблоко Только отравленное Только с токсичностью Надо внимательно Осматриваться Говорят здесь Очень много паскалок А левелап Да левелап Сейчас быстро Вкину Химика там Да Вот сюда Вот закинем Чтоб Интоксикация Прошла Сматриваемся Опа Гномы Семеро что ли Нет Реально много их Как же они Раз Это три Это четыре Это пять Это шесть Не Их больше Или Да Их точно больше Да хорош Ребята Либо я неправильно считал Либо их восемь Было Скорее Семеро Симпатичные Эти гномы Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Да был же Ладно пусть будет их семь Как в сказке Хорошо Их семь Но они какие-то Прям Прям мрачные И тут же меняется Освещение Тут же меняется Картинка И нас буквально Ослепляет Вот Солнечный свет И видим вдалеке Какую-то Причудливую Весьма башню О единороги Поймаем их И тогда не придется Таскаться пешком Чур мой розовый Оксида Классное чувство Напоминает мне о детстве Про единорога Что же напоминает Геральта Единорог Да был у нас Интересный опыт Сексуального характера Даже Не хочется Галопом Идти Пускать лошадь Хочется Так спокойно Внимательно Осматривая Всю эту красоту Что там такое Волки Не волки Слабо бьют Сейчас мы разгонимся По криту Я не буду масло юзать Потому что волки Позорные Добили одного Там уже крит Наверное 75 Сейчас уже Соточка крит Все удары Вылетают критически Так А сколько там было Вообще Спокоен Все уже кончилось Вовсе нет Вон там Еще один волк Сзади Что там Не волнуйся Он всегда врет Ааа Понятно Так это тот самый мальчик Который кричал Волки Пока люди не перестали ему верить Да Слушай малыш Джек Говорил Будто ты знаешь Что случилось С его тремя бабами Ничего я не знаю А вы лучше глядите Вон там Волки А леща не хочешь? Интересный выйдет разговор Ну ладно Начнем Допустим Допустим на минуту Что ты все же знаешь Что случилось С красным бабом Где бы он мог быть? Его наверняка Никто не проглатывал Ха Нет 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 Разумеется Но если бы Кто бы это мог быть? Никто Который его не проглотил Человек Самый человеческий человек Во всей стране сказок Люди Волки Бегите Ты наверняка Не слышал Что случилось С голубым бабом Не словечко Верно? Я слышал Кажется Он лежит В открытом поле Просто так И никто его не стережет Никто Три раза никто Ха На помощь Волки Ты уверен Что ничего не знаешь Про желтый боб Он где-то очень Ну просто Очень глубоко Почти что Совсем под землей И у кого он? А? У лысого батрака Который совсем Ну просто Совсем Никого не ждет Вообще Люди Воп Еще одно слово О валках И я порублю тебя На кусочки И скормлю рыбам Ты понял меня? Что случилось? А Я думал Ты слышал Про подгув Так Давайте я картинку Пока Солнце у нас садится Немножко подстроим Окей Все отлично Добрый вечер Печалька Мэн Так Значит Один У кого-то Внутри Блин Типа Самого человечного Человека Ну он Все врет Да Понятное дело Третий В чистом поле Никем не храняется Совсем никем Даже три раза А третий Находится глубоко Глубоко Под землей У У Лысого батрака Который Никого не ждет Ну ладно Нам пора Все будет наоборот Берегитесь волков Заткнись Теперь ты можешь зависать до ночи в офисе Да Есть такое дело Разве Просто помни Что мальчик всегда врет Точнее он говорит Противоположные правде Да Так куда мы сейчас Точно не знаем Просто навестим остальные сказки Хотя бы самые важные Может тогда разберемся В указаниях оськи Их не очень-то и много Значит так Красный шарточек И просенка Потом златоласка А, слотоласка А, слотоласка Еще рапунцель И девочка со спичкой Стоп, не уходи Ну ладно Блин Там все было понятно Я мог Типа 6 точек Да 6 чек 5 чекпоинтов У нас оказывается Ты должна быть Обожала Это место Ладно Давайте на все пойдем Так даже интересно Но С детям быстро Все надоедает Даже чай с принцессами В конце концов Становится рутиной И что тогда? Я думаю О, смотрите Например Что будет Если я велю Золотой рыбке Выйти на бед Голый мужик Опять гномы Блин Это голый король? Ясно Похоже Что это он Разобрали Очередную партию гномов Император О, слепите Правда? Мое новое Платье Просто Ослепительное А король-то Голый У меня Прекраснейшее Платье Из всех Какие Видел свет Так, начнем С крайнего Правого чекпоинта Доска Объявлений И мы Подходим К девочке Шапочка Сигареты Трубки Самокрутки Нет Не похоже На красную шапочку Мы поговорим Сигаретку Табачку Дозочку Физ Штаха Напомню Из какой-то сказки Раньше я продавала спички Но дело у меня не ладилось Так что мне пришлось расширить ассортимент А вам чего надо, дорогие? Волшебные бобы Есть у тебя? Если только это не название какой-нибудь дури То, пожалуй, нет А может, ты хочешь Эй Откуда у тебя эта лента? Она моя Да? А почему она лежала в кустах? Кто нашел, того и будет рыбка моя Мое новое платье Не объяснишь, что это за ленточка? Отчего шум? А что объяснять? Я получила ее в подарок от Артуриуса Вига, когда была маленькой Я никогда с ней не расставалась Она должна была беречь меня от зла Не уберегла Сам видишь И все-таки она для тебя важна Как бы это сказать Не слишком у меня много памятных вещей с детства А ленточка Напоминает мне старые добрые времена Когда я была кем-то другим Дорогие мои Шли бы вы со своими воспоминаниями куда еще? Вы меня клиентом распугиваете О, кот ходит В шляпе Кот в сапогах, короче, там еще рядышком Возьми ленту обязательно, говорят Кто-то говорит, не брать Тут есть вообще принципиальная разница между... По действиям Кто-то говорил, что мы можем с... С нашей дорогой подругой Есть разница, говорят Разница есть Бери, есть разница Берем Может, все-таки отдашься, а не ленточку? Дозочку Физштуха Даром я даю только первую дозу Ха-ха, да ладно Чтоб потом возвращались А за все остальное придется платить Даже если попросить по-хорошему? Если по-хорошему попросишь, можем на нее сыграть в карты Нееет Что есть на продаже Давайте посмотрим Нет, короче, давайте берем Ладно Я куплю ленту Ленту Столько хватит? Хватит Теперь валите отсюда Не бери Все поздно Ну, лол Ты в меньшинстве, Элдрик Да ёппереса Ты так Руку Подняла Опустила Ну ладно Говори Что? Что хочешь взамен? Ты же сделал это не подобрать ей души Воу Ничего я не хочу взамен Она твоя Бери Я... Спасибо Спасибо Вон кот в сапогах Это же кот Нет, это серенький козлик Жил-был у бабушки серенький козлик Смотрите Я хочу вернуться просто на кота в сапогах Посмотреть Сапоги есть? Есть сапоги на задних лапах Не дергай Просто ищи бабы Опачки Магическая пыль Ну, голубки Я хочу посмотреть, что у нее на продаже есть Нет Мы теряем время, Сиана Пойдем Извините Ошибся Мяу Ну, голубки Чего хотите? Что там у тебя? Так я же говорю Табак Пишет их Всякое есть Вы сами посмотрите Так, что у нее есть на продажу Заколдованная еда Печеньки Пряничный суп Отравленное яблоко Волшебные грибочки Восстанавливает здоровье Искусственные зубы разобрать Пробки Штопор Пряничный человек Костная зола Осколки магического зеркала Игрушки Столовые приборы Золотой шар Ну и золотая нить Пойдем Мы теряем время, Сиана Пойдем Да хорош Там спамить Доску Доску Я читаю И в любом случае Я бы ее проверил Она светилась Я о ней говорила В самом начале Специально может И не проверять Вчера на балове Танцевала с барышней Со светлыми волосами Собранными в кок И с голубими глазами Когда пробила полночь Она убежала Потеряв Крустальную туфельку Каждая барышня Страны Тысячи сказок Должна явиться Ко мне На примерку туфельки С целью установления Идентичности С упомянутой особой А в дальнейшей перспективе Бракосочетания Неявка будет Караться поркой Вообще нормально Принц Губерт Чья это туфелька Блин Тут столько кустов Свежий товар Махорка Фиштых Табак Алкоголь От абсента До ржаной Включительно Добро пожаловать Девочка с товаром Ранее девочка со спичками Разыскивается информатор Одного из моих Яиц Проклюнулась какая-то мерзость Из одного Из моих яиц Проклюнулась какая-то мерзость Подозреваю Что утка загуляла С одним из шести лебедей Хотя она это все отрицает За доказательства Подтверждающие ее вину Хорошо заплачу Гарантирую полную анонимность Селезень Короче У нас есть шесть лебедей И утка И Из яйца Из яйца Появилась И это надо выполнять Четик в восторге Оговорочка Да классная Лапы прочь От моей кровати Остроумца Который постоянно Сует свой нос Под мой матрас Предупреждаю В последний раз Если поймаю Велю тебя Бить Батагами Батагами Прижигать Раскаленным железом Наделать Из кожи Ремней А под конец Разорвать лошадьми А это я не знаю Что это А там Гадкий утенок Точно Прошлая сказка Гадкий утенок А это что такое Подскажите пожалуйста Принцесса Сашенька Принцесса на горошине Ааа Добрая какая Заказ Взволнованный гусь Жители страны сказок Кто-то покушается на мою жизнь С тех пор Как я переселилась Сюда из замка в облаках Я чувствую Что за мной следят Помогите пока не поздно Гусыня Бальбина Известная как гусыня Несущая золотые яйца Знаю что Оська говорит Что это не он Но это Не он А говорит что Что это он Но это не он Понятно Я еще не посмотрел Короче у нас есть 6 Шесть Доб Дополнительных квестов Гуси 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 Га-га-га Отправиться к дому гусыня Один всего Доп Ясно У жителей страны Тысячи сказок Тоже были свои Беды Гусыня Бальбина Например Казалось что кто-то Следит за ней Хочет причинить ей вред Так что она Повесила Соответствующую записку На местной доске Объявлений Птицы несущие золотые яйца Очень повезло Что в этих краях Появился ведьмак Поскольку в мире иллюзий Время шло иначе Геральт мог с легким сердцем Взяться За выполнение Нетипичного заказа Давайте Вот в этом месте Чувствуется что все квесты Продуманы Настоящий ведьмак Не бросит в беде Домашнюю птицу И карту нельзя Открыть Видимо здесь Не такая большая Локация Красота Надо внимательно Осматриваться Серенький козлик Может быть Даже стоит Там заходить Обходить все подряд Но Сначала по квестам Вдруг наткнемся На что-то Берегись Гномы Тихо Опять гномы Ах ты мразь У меня нет никакого Уе Блин К сожалению Ну то есть Можно конечно Бомбы кинуть Но наверное проще Их порубать Они кстати похожи На этих По анимации На утопсов Например Так Так Тут небольшое Какое-то поселение Дюймовочка Смотрите Эй Поберегись Дюймовочка Маленькое поселение Дверь можно открыть Смотрите Серьезно А зайти можно? Закрыто Подойди к дюймовочке Ну я подходил Нажал на Е Эй Поберегись Вот она Толкается еще Наступи на нее Наступил на дюймовочку Это была моя Любимая сказка Почему? Потому что Она была не про Принцессу Сказки про Принцессу Скучные Граница Этого мира Минус дюймовочка О, это домики поросят Помнишь, да? Никакой на свете зверь Не ворвется в эту дверь Похоже, волк уже сдул домики Из соломы Да, вон два домика сдутых Из каменного Остался Помнишь, что говорилось? Один бог лежит в открытом поле И охраняет его три раза Никто Может это здесь? Давайте постучим к трем поросятам Не дергай меня Просто ищи бобы Да, я-то понимаю Но мне же нужно как-то Так А его На него можно знаком воздействовать Да, ведь? То есть там Давайте ардом Свинье! Ха-ха-ха Что там недоделанный? Они ругаются еще Ниф-ниф, наф-наф там Нуф-нуф Ай, классно Сейчас еще серый волк может прийти Допустим, это тоже магическая тварь У меня все эликсиры закончились плохо А хотя нет, там статус еще какой-то есть. Начнем с одной свиньи. Белый волк уже пришел? Да ладно. А, это я же белый волк. Точно, седой ведьмак из школы волка. Блин, как же классно. Я бы не допер без вашей паркоски. Блин, блин. Ну, может, сейчас намекнут? Так, давайте магическая пыль в плане лута. Еще магическая пыль. И... Синий боб. Еее, первый из трех бобов. Маг подул, что было сил. Вот сил, да, намек. Вот вам бог. Все. Невероятно. Постфактум можно догадаться. У тебя есть чувство юмора? Ха-ха. Ммм. Это так странно. Пошли флиртовать. Это так странно. Ну, понимаешь, ты пришел, такой надутый, бормочешь что-то не в попад. Вечно недоволен. А тут, надо же, шутка. И вполне удачно. Ну, ладно. Мы тут все ля-ля, а работа ждет. Будем искать дальше. Слушайте, а у нас есть возможность с ней замутить? Кто там эксперты? Ну-ка. Я съем это пока отравленное яблочко покатано. Чатик идет. Даже два. Нравится тебе здесь? Есть. Нет. Я вообще не люблю иллюзии, порталы и все такое. Так, только надо... А ну ничего все это? Рыцарь старой закалки, да? Это здорово. Надо будет вернуться к квесту. Поставить маркер на... Джей, да? Джей, дополнительный гуси-гуси га-га-га. Есть, хотите? Но это не стой, правда. Может помедитировать? А тут, кажется, нельзя отдыхать. Заметка была в бестиарии. Пантера, вепри. Нам нужны, скорее всего... Вот феи, во-первых, есть. Смотри, феи, уходим отсюда быстро. Да ладно, что такого нам могут сделать эти милые создания? Последние слова двух преступников, вломившихся в страну тысячи сказок. Их личности не установлены. Феи на вид нежные. Безобидные создания. Но в данном случае слова о том, что внешность обманчива, особенно справедлива. Феи из страны тысячи сказок были созданы для защиты этой магической территории от злоумышленников и для охраны герцогских дочерей. Сильвии Анны и Анны Генриетты. Сильвии Анны, Сильвана, да? От малейшей опасности. Кто бы не встретился на пути фей, это ни к чему хорошему не приведет. Это бофеи. Агрессивные воинствующие создания, созданные, чтобы убивать, защищать и сражаться до последнего. Так. Магические твари. Магические твари. Поросенок Бестиарий. Ща, ща, погодите. Духи-призраки. Кошмар. Это другое, да. Это старый. Тут ничего. Где магические твари? Медведь. Три поросенка. В бою поможет. Если в следующий раз встретим трех поросят. Масло против зверей. Игни. Поджигать можно поросят. Ну, что неудивительно. И Ирден. В трех разных шапочках они. К чему возиться с кирпичами? В нашем климате, в соломенном домике, достаточно уютно. Сказал поросенок. Три поросенка прекрасно иллюстрируют весьма печальный феномен. Отправьте самое доброе, мягкое и наивное существо на выживание в дикую природу, и оно вскоре растеряет всю свою доброту. Сейчас я пробегусь по остальным, но вроде бы больше бестиарий никого. Хотя должны были добавиться. По крайней мере, это бабка-ёшка, которая... Реликты. Да, злобная ведьма. Жила-была злобная ведьма. После ужина она любила выпить стакан свежевыжатого трупного сока. Карл Хримм. Детский сказочник. Хотя злые ведьмы часто считаются плодом возбужденного в воображении сказочников и баснописцев, я не знаю, что такое лубочный персонаж, который только детей и могут напугать, тем не менее, есть свидетельства людей, которые утверждают, что встречались с этими невероятными существами. Все эти свидетельства сходятся в том, что ведьмы не только едят людей, но и возвели... Но и возвели... Сейчас я на чё засмотрелся. Думал... Может, типа корзинка не подходит тогда по смыслу. Одна из техник гравюры. А, типа искусственные, да? Ну, ага. Искусственно созданные, может быть, в этом смысле. Говорят, они особенно любят детскую печень, обжаренную в сливочном масле и поданную под шафрановым соусом, маринованные пальчики в бальзамическом уксусе, обжаренные до золотистой корочки. И, конечно же, свежевыжатый трупный сок. Стоит отметить, что все вышеупомянутые свидетели, которые клянутся, что видели ведьмы своими глазами, являются пациентами Эландеоргского института душевных болезней, в связи с чем достоверность их утверждений не бесспорна. Как раз ем, говорят. Да, тут в одной этой локации столько всего... Столько всего собрано. Надо... Не надо торопиться. Мы отправляемся к дому Гусыни, вот-вот-вот уже через мостик и направо нам. Дома ее нет. Четырехлистный клевер, например, нужно собрать. Дома Гусыни нет. Ищем, видим следы. Похитили Гусыню. Теперь Гусыня должна быть сильно била крыльями. Или ее ощипали. Ощипали. Берегись, гномы! Гномы опять. Надо будет пряничками попитаться, а то... Ладно, я выпью разок ласточку отличную. Я тебя уничтожу! Но это явно не гномы сделали. Гусыню... На Гусыню покушался, скорее всего, кто-то из сказочных персонажей. Гусыня написала объявление о том, что ее жизнью выражает. Недавно переехала, говорит. Ну, это прекрасно. Эй, посмотри, там за деревьями. Какой-то лагерь или что? А кто там? Защищайте Гусыню! Золотые яйца будут наши! Бандиты? Три бандита? Я пойду сначала к арбалетчикам. Ну и... Эээ... Рум-цайз. Я не знаю. Неплохо. Это не имя одного из гномов все-таки. Хотя были бы имена у других бандитов. Рум-цайз. Кто такой Рум-цайз? Что там? Защищайте Кадоев. Не-не-не, другое, другое. Вряд ли говорят. Как ты мраз! Да я же уворачивался, слышишь? Зачем ее в клетке держать? Пускай откладывает яйца на вольном выпуске. Ну, ничего. Где ключ? Вино. Трубка фляга. Может, нам лут подскажет? Ключ от клетки? Нет. Тупой топор. Есть. Вот он. Не серьезно. Давайте. Вот она, гусыни. Смотрите. Хорошо, что ты повесил объявление, иначе я бы тебя никогда не нашел. Добрый разбойник. Оп. Эй, смотри. Она снесла тебе золотое яичко. Вот бы все заказчики были такими щедрыми. На чешу. Правда, я бы предпочел волшебный боб, но не буду жаловаться. Да, запускаем гуся, работяги. Ты и правда приехал сюда с севера, чтобы принять заказ на гости? Работа такая. Не верится. Должно было быть что-то еще. В общем, когда-то я провел в Баклере несколько беззаботных месяцев. Сейчас я быстро заточу. Хотя у меня появились новые эликсиры, поэтому можно... Может, поэтому меня сюда тянуло? Ну да. Увидишь тусант один раз, всегда будешь мечтать вернуться. Так, давайте определим следующую точку. Я, правда, не вижу... Не открыть карту, поэтому не знаю, какой она и ближе. Ну, кажется, справа тут, который меняет... Быстрее всего перестраивается даже, да. Ты любила Анну Генрихтову? Ты шутишь? Я ее обожала. Моя младшенькая сестричка. Такая миленькая, такая сладенькая. Но когда меня выгоняли из дворца, она даже не выглянула из окна. Может, она не знала? Может, не могла? Я не могла дать мне помилование, когда стала княгиней. Я тебя умоляю. Так, ребят, тут что-то происходило. Кто это такой? Большой злой волк. Смотрите, он в бабушке. Ну, с очками, с этим чепчиком, в трусах. Поговорим с... Слышь, волк, мы можем пога... Тише, ой, моя голова. Даю слово, последний раз я пил с румцейсом. О, Сианна. Сколько лет? Ты чуточку изменилась. А ты вот не чуточки, злой волк. Только, кажется, ты угодил в плохую компанию. А с кем мне еще пить? С дюймовочкой. Одна рюмочка, и девка уже подстала. Хотя она и так сразу подстала. Ну, чего вы хотите? Ой, хорошо. Как хорошо. Ты всегда можешь выпить с нами. Что? Оставь меня в покое. У меня такое похмелье. Я едва на лапах стою. Знаешь, как говорят? Клин клином вышибают. Ну уж нет. И что это тебе так на выпивку тянет? Горести заливаешь. Кстати, не хочу цепляться, но ты что-то не по-княжески выглядишь. Лишили меня титула. Наследство. Изгнали. Так. Всякие родственные терки. Мы ищем волшебные бобы, не видел? Вряд ли. Ой. Да? Дали мне один на сохранение, только... Где он? Говори. Тссс. Не так громко. Я могу и громче. А еще я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом. Оно уже с угрозами. В этом вся Сианна. Слушай, я здесь за тем, чтобы играть в сказку. Хочешь играть? Милости просим. Только теперь все сложно. Красная шапочка-то дала дума. В смысле? Столько раз вспарывали мне брюхо, зашивали в него камни, топили. Что едва нас предоставили самим себе, я оплатил этой маленькой язве сполна. Красная шапочка лежит на дне колодца вместе с охотником. А значит, сам мы можем поиграть. Только я не обязан с тобой разговаривать ни про бобы, ни про что еще. Вон от седого. Нервный какой-то волк. Какой-то нервный этот волк. А ты представь себя на его месте. Его определили в злые персонажи, хотя он совсем этого не хотел. Собачья жизнь, говорю тебе. Так, что теперь? Не волнуйся, уж мы с ним поиграем. Точнее, я с ним поиграю. Только мне нужна красная шапочка. Откуда ж я? В смысле деталь костюма, а не труп девочки. Уж я надеюсь. Ты хотел помогать? Тогда будь добр, прыгни в колодец и голове шапочку. Ну шевелись, шевелись, шевелись. Платома. Говорят, яйцо можно съесть гусыни. И оно того стоит. Давайте яичко-то заточу. Так, золотое яйцо, золотое. Это синий боб. Может оно в зельях всяких? Нет. Вот оно. Золотое яйцо сварено вкрутую. Очень вкрутую. О, очко умений. Дали одно. Ничего так подгон. Докачиваю быстрый метаболизм до пятерочки. Not bad. Класс. Ну ладно. С богом, пацаны. Ни пуха, ни пират. А, тут вода. Тут вода, вода. А вот и на дне колодца покоится красная шапочка и охотник. У охотника лута нет, он с топором просто. И все. Но можно, кажется, проплыть и дальше. Скорее всего, там можно выплыть наверх. Что выбираться оттуда, откуда пришел это... Да ладно, не может здесь тупика быть. И нету, все верно. Музыка прекрасна. Просто прекрасна. Оп. Что это у нас тут? Записки Оли Лукоя. Надо почитать. Вот уже седьмой год прошел с тех пор, как мы видели Сиану и Нариету в последний раз. Заклятие трещит по швам, а некоторые жители страны сказок повредились рассудком. Волк убил красную шапочку и охотника. Ведьма изжарила живьем мальчик Каспальчик. Ком, видимо. Из семерых козлят. А гномы нападают на всех, кого видят. Мы искали убежище в облаках, но великан нас прогнал. Самое безопасное место это корабль короля Дроздоборода. Мы собираемся переждать самое худшее там, на середине озера. Все, корабль минус, видимо. Ну раз тут ящик с дневничком. А Оли Лукоя, я помню, что это сказочный персонаж, но не помню, в чем суть была сказки. Товарищи, просветите, пожалуйста. Меня и может быть еще кого-то, кто не помнит. Оп, пацаны. О, ничего себе. И как улов? Удачно, смотри, что у меня. Осел с собакой и сверху еще кот. Это бременский музыкант, что ли? Сзади. Мне идет. Ничего так. Ну, на заднем фоне, смотрите. Да, бременский, понятно. Так, да, тебе идет. Конечно, подкатываем. Как можем, так и подкатываем. Да, вполне, вполне. Там кони не осел, да? Нет, там осел, очевидно. Вернемся к злому волку. Дай угадаю. Ты будешь в роли внучки? Ну, еще бы. А ты охотник. Извините. Опять вы? Я вам, кажется, ясно сказал. Не буду я с вами разговаривать без красной шапочки. Сиано займет ее место, отлично. Ничего страшного. Сиано займет ее место. Что? Ну, запретить я вам не могу, так что... Внучка, подойди ко мне поближе. Что-то я тебя плохо вижу. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче тебя обнять, внученька. Но, бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Чтобы скорее тебя съесть, внученька. Ра! Ра! Хоп! Большой... А, ну давай, запивай. На... наливай. Я не знаю, кто он. Ну, скорее всего, магическая тварь тоже, если это уникальное создание. Я не знаю, кто он. Да. Потому что и отравление пошло работать, и урон возрос. Проклятый, говорят. Ну, какой же он проклятый? Посмотрим в бестяре. Помнишь, что Оська говорил про красный боб? Он у человека, который его наверняка не проглотил. Вскрываем. Надо вскрыть брюхо. А, я масло против вампиров нанес. Руки, вставная челюсть, штопор. А, вот он. Красный боб. Вставная челюсть. Опять же, тоже так. Ну что, теперь мы на шаг ближе к цели. Что про правду еще? Бабушка любила приложиться, видимо. Ну что? Мне вот интересно. Ты исключительно тактичен? Или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? Послушай, тебе правда неинтересно, что было дальше? Что случилось после того, как меня изгнали? Тут оба ответа как бы не очень. Для подката, к сожалению. Ну ладно. Ну, раз ты сама об этом заговорила, я с удовольствием послушаю. Ты остановилась на том, как тебя вывезли. Благородные кавалеры из Тусента вывезли меня в пущу Кайтху и там оставили. Одну, без гроша, в рваном кружевном платье. А как раз начинались морозы. Не морщинься. Наверное, надеешься, что кто-нибудь меня прикончит. Или я на радость всем сама сдохну с голоду. Но я, как всегда, не оправдала возложенных на меня надежд. Неделю блуждала по лесу. Я была синяя от холода. Жрала мох и кору с деревьев. И, наконец, увидела вдалеке огонек. Это был лагерь. Я решила, что спасена. В лагере были бандиты. Бородатые, пьяные, все в крови. Я была уверена, что меня убьют, изнасилуют. Или то и другое. Но этого не случилось. Нет. И тогда я убедилась, что убийца может быть человечнее рыцаря в сияющих доспехах. Они приютили меня. Мы поехали в Назаир. И я делала все, что могла, чтобы отблагодарить их. Мне удалось завоевать их уважение, может быть, даже любовь. И, в конце концов, я стала их атаманшем. Может, надо было там остаться? Может. Может, я должна была все забыть и начать новую жизнь. Ну, знаешь что? В конце концов, я подумала. Раз уж они хотели чудовища, то пускай они получат чудовище. Ты многое испытала. Да. А моя сестра в это время давила виноград и валялась с министрелями на перинах в свое удовольствие. Это не она тебя изгнала. И не за это я ее виню. А за то, что она забыла. Забыла обо мне. Ладно, хватит болтовни. Пойдем. Так. Осталось найти еще один волшебный боб. Но лучше, конечно, посмотреть... Направо, ближе будет. Лучше посмотреть все вот эти вот квесты, волшебные грибочки. Магическое золото. Большой злой волк это бестия. То есть, это реально был вампир. Хочешь знать, от чего у меня такие большие руки, дитя мое? Я открою тебе секрет. Занимайся спортом. Большой злой волк. Отлично. Большой злой волк из страны. Тысячи сказок. Как и прочие обитатели этого странного мира, создан Арториусом Вигу. На основе персонажей разных народных сказок. Когда-то он был товарищем по играм у дочерей герцога. Они изображали сценку с некой девочкой в красной шапочке. Ее бабушкой. Но постепенно сказочная страна деградировала, и волк вместе с ней. Геральт и Шианна встретили большого злого волка, когда он страдал от тяжелого похмелья. И не был готов к сотрудничеству. Но нашим героям был нужен Боб, который был у волка. И они заставили его разыграть эту сказку. Сказка закончилась, как всегда. Большой злой волк напал на охотника в исполнении Геральта. Злобно кусал его и царапал, а его собственные раны почти мгновенно затягивались. И все же большого золотого волка убили, а его брюхо вспороли. На этот раз там обнаружили не бабушку с внучкой, а волшебный Боб. Побежали дальше. Три медведя. Три столика, три ложки, три миска. Одни слишком большие, другие слишком маленькие. А какие-то в самый раз. Три живых медведя и одна неживая девочка. У нее были золотые волосы. Остальное так изуродовано, что трудно что-либо установить. Так ей надо. Всегда она все брала без спроса. Нет. Ну ничего, ищем дальше. Так, ну что будем, медведи? Попробуем поесть из тарелки. Кто ел из моей тарелки? Ну, предварительно масло против зверей, конечно, нанесем. Интоксикация зашкаливает. Но я попробую поесть реально. Заколдованная еда. Кто ел из наших мисочек? Ааа, медвежонок пошел! Нифига себе, плотные какие. Нехило. Так, медвежонок минус. Видим. Смотрите, тут еще столики. С этими, с игрушками, с книжкой. То есть у них реально тут семья, все хорошо. Нужно костер зажечь. Столько продуманных мелочей. Побежали. Надо поговорить с Рапунцелью. Я там одного не поутал, но, скорее всего, там так же будет. Ой. Опять гномы! У меня вихря нет, к сожалению. То есть я не могу тут ауешить. Дико. Эй, Астапе! А чего ты остановилась, подруга? Всего один боб. Соберись, Гераль. Видимо, в башню нам нужно идти, поговорить с Рапунцель. А что это посреди озера такое? Блуждающий огонек. Кажется, он хочет мне что-то показать. Бери, Ус, нельзя им доверять. Пошли за огоньком. Странный рыцарь. Несказочный какой-то. Интересно, как он сюда попал. Тусенский доспех. Сет Тусенский. Мы с Нересом, и нас встречали здесь таких. Видишь ли? В реальном мире странствующих рыцарей. What? Меч хороший урон. Для знаков вообще топич. И он еще не починен. Блин, вот для знаков топовая штука. Это самое высокое сопротивление, которое я когда-либо видел вообще. 41 колющим ударным рубящим. Сопротивление к горению. Плюс армор неплохой. Здоровье еще добавляет. 450. Вот перчатки только, правда, без крита. Хрень же, почему? Для танка вообще отлично. Не, ну я брать не буду, потому что у меня другой билд. Но армор больше, чем принцесса. Но армор... Так что некоторые рыцари пробирались в волшебную страну. Надеялись отыскать свою даму сердце. А потом их рубила на куски стая фей. Сходи к концу радуги, чатик просит. Хорошо, давайте, перед тем, как закончить типа этот пресс. Это башня Рапунцель? Похоже на то. Она еще выше, чем мне запомнилась. Погоди, погоди. Ты помнишь, что Оська говорил про третий боб? Он у лысого ботрака глубоко под землей. Да, это должно быть здесь. Пойдем. Так, снова козлик. А радуга заканчивается... Начинается, точнее. Вот где-то там. Это мимо девочки, которая торгует. А вот ярко освещенный холмик, с которого радуга и начинается. Это что, это отсюда? Похоже. Берегись! Уааа! Просто... А что за котел там был? С чем он? Просто пантера. Золотая не, золотой шар. Да, дюймовочку я раздавил, к сожалению. А что... Откуда... Откуда начиналась радуга? То есть, в чем... В чем смысл? Что, домой, что ли? Витя... А, лепреконский горшочек с золотом. Понятно. Золото лепрекона. Блин. Радуга с горшочком. Ты даешь? Нет, я... Не помнил. Не помнил этого. А радуга еще в другую сторону отбивает. Видимо, там тоже что-то есть такое. Мы всегда поднимались наверх по косам, но я их нигде не вижу. Странно. Найдем другой вход. Да, у Рапунцеля же должны быть длинные волосы, и так только так... Хотя тут есть... Нужно подтянуться, потом перепрыгнуть. Раз уж ты так говоришь, я подожду внизу, лазить по камням я не костю. Хорош, Геральт, хорош. Я допрыгну, интересно. Не принц Персии. Бедный рыцарь. Тело принца. Он пытался освободить... Принца, не свернувший. Сделай сейф от гравитации, да изи. Все нормально, не переживайте. Тут настроены какие-то конструкции. Чуть не грохнулся. Блин! Как знали, блин, как знали! Капец. Я... Да, да, да. Причем чатик сказал, что... Я встречаю принца, который разбился, сломал шею. Потом чатик говорит, сохранись, потому что ты можешь упасть. Я говорю, нормально все будет. И падаю после этого через 10 секунд. Вот здесь хитрое место. Ну реально хитрое оно, без ограждения тебя на бег. Оп. Все, крапунцель, добираемся. Ну что, подруга? Ты где? Спойнили. Спойнили. Это я пришел. Забираемся еще выше. Оцени пейзаж. Кстати, да, но... Возможно, мы сейчас выйдем на улицу. И сверху заценим все это... Великолепие. Рапунцель. А, вот. Еще выше? Видимо, об этом как раз и говорили, что выше, чем... Казалось, выше, чем раньше. Нормально. Рапунцель повесилась, пацаны. Так, если коротко. И тут масса, видимо, принцев, которые приходили до этого. Я разогнал крит на этих несчастных. А что ж они сделали, если... А, это... Короче, это проклятое. Это, видимо... Полуденица, например, да, какая-то? Это призрак, скорее всего. Призрак, соответственно, нужно какой-нибудь... Акси. Она отъедается, видите? Она реально очень жестко отъедается. Пока я... Громлю этих упырей, но... Ну, сейчас просто криты вылетают. Это изи-изи. Долговласка. Повесилась на собственных волосах. Повесилась на собственных волосах. Мне кажется, это проклятая была. Ой, в смысле, не проклятая, а как она... Это же сказка, это сказка. Не-не-не, тут разные. Призрак. Да, Полуденица. Да, это она. Так, раз уж медленные волосы не привлекли ни одного рыцаря в сияющих доспехах, придумаем им другое назначение. Последние слова Долговласки. Каждый знает, что любовные истории зачастую имеют грустный конец, но мало кому известно, что такое... Что это? Да, там я гифку видел. Каждый знает... Да-да-да. Но мало кому известно, что... Что такое случается и с принцессами, и сказок, придуманных специально ради счастливого конца. Долговласке не повезло, и она стала героиней трагедии. Когда герцогские дочери выросла, а страна тысячи сказок одичала, Долговласка, который так и не приехал, принц, настрадавшись от одиночества, решила повеситься на собственной косе. После смерти ее привидение поселилось в замке, где она безуспешно ждала осужденного. Масло против призраков и Ирден. Надо мечик починить. Есть некие... Некоторые инструменты. Наборы юзаем. А то уже этот... Урон-то того. Осмотримся. Во-первых, прах. Лунные осколки, кристалл пыли, сенсия призрака. Дорогие игрушки. И на подушке у нее лежит боб. Желтый боб. Вот и желтый боб. Зря залезал. Заколдованная еда. Я пришел отсюда, хочу вот сюда еще зайти. Ой, опасно. Прыжок веры, что ли? Это из этого? Из-за Ассасин Крида или откуда еще? Там сток сена меня ждет внизу. Блин, я боюсь прыгать. Гравити, Пепе. Ну давай, что-то... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Блин, какая красота, посмотрите. Ладно, я верю. Ох да, реально. Ооо, какие они троляки. Там сено, там вода оказалась. боб у меня но вот рапунцель спасибо ведь он определенно получился его ждать принца на белом камере ты удивлен нынешний же анде и выключить модники страдать а это было рукавите да ребят его вы видели руку ведь он был орудий жаль что он об этом не знал никому нельзя доверять я этому давно научилась теперь его очередь подойти поближе ты с самого начала хотела его использовать ты с самого начала хотела его использовать нет сначала меня заинтриговал знаешь эту историю это было несколько лет назад мне не смогу завидеть сам паша я должна была скинуть добычу у знакомого барыга когда мы торговались вошел дэдла он хотел продать серебряный подсвечник держал его через сукно это меня заинтересовало я вышла за ним выследила его но он быстро сообразил что это ну да не человеческое чутье он свернул в тупик а когда я вошла туда за ним выскочил из-за угла и показал зубы хотел меня напугать но это не произвело на меня впечатление в конце концов я же сама чудовища не так и высший вампир не поразил тебя не знаю восхищаться твоей отвагой или сочувствовать глупости я всегда умела найти к таким подход грозным с виду тихоним а витя есть на фото как сдача г.г. говорят это и меня касается женька вы не хочу нормально но мир не крутится вокруг ничего не знает прочь учат пожалуй ты чем-то похож на него скрываешь эмоции старательно изображающий санчес будет знаешь когда я встретила дедлафа и я как-то почувствовала что на самом деле он не хочет мне зла что он пытается меня прогнать потому что сам боится понимаешь ну допустим и что было дальше мы начали разговаривать встретились раз другой третий но он на меня и запал сначала меня это даже забавляло но только сначала потому что он любил меня не как человек а как зверь неистово дико отчаянно тяжело ответить взаимностью на такое чувство даже кому-то с менее кривой душой чем у меня и вот в один прекрасный день ты просто исчезла да он бы не понял этих наших прибауток давай останемся друзьями я тебя не достойна и так далее но когда я решила вернуться на старое пепелище то вспомнила о нем и подумала что он может еще мне пригодится ты играешь с огнем разумеется так что или я обожгусь или спалюся дотла другого выбора нет а теперь теперь ты не боишься встречи с датом я с ним справлюсь откуда такая уверенность ты на него смотришь как ведьмак и видишь чудовище а я знаю какое на самом деле будь спокоен ладно пойдем еще немного и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками жаль уходить из этого мира теперь надо их посадить на той тропинке за башню и приготовиться к встрече с суток дали фоточка стримпеста у опять гномы ваншот ребят ваншот изи это здесь кто это кричит давай бабы ой слушайте тут убегала ты кто он даже играет в одной тональности в которой музыка только что вы было совпадение не думаю а это тот крысолов который до пайп стой пайп пайпа что крысли растет быстро очень быстро ты будь поаккуратнее отлично бросай ой 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 ложись ну 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 ничего не понимаю сходи проверь ну епресс это палить надо ну что полезли как он ее невзначай так отодвинул заодно и заценил ай да ведьмак осторожно не пораньте а наверху нас великан ждет да с сокровищами а и вероятно погодка конечно ооо это кажется пасхалочка к дарк соулсу узнаете цветовую гамму а потом будешь сперва справимся да ладно да с ним и типа он будет огромный как босс в дэйси да да и шоткаты тоже такие же блин как это король который в этом с драконами помните классный босс топовый самый в третьем дарк соулсу а ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Великан, он ведет как великан Великан проходит у нас Безымянный король, да, безымянный король Спасибо большое Так, это у нас, скорее всего Будет какой-нибудь Огр, наверное Голиаф Вот он, Голиаф Ну, похож, по крайней мере, на того Кто сейчас будет Противограф масломажем Ну, мне кажется, масло противограф А, нет, второе Так, токсичность, хорошо Работаем Великан Из-за туч Что это было вообще? Воу Извините Иди сюда Гром и молния Изи, это тебе не безымянный король Блин, ну перекатывай Реально перекатами надо Даже такую штуку сделал Облачный великан Интересно, еще намекнут? Да, он в ограх Облачный великан С неба много чего падает Не только дождь и снег Лягушки, например И облачный великан Сибальд Фальде По прозвищу Клык Пастух из Лисии Лощины Облачный гигант Это, скорее всего Выродившаяся иллюзия Он живет Там же тоже иллюзия Он живет в воздушном замке В стране тысячи сказок Хотя нет, там на драконе Ты прилетаешь Эта страна Многие годы оставалась Без присмотра В результате чего Выродилась и деградировала Облачный великан Видимо был задуман Как добродушный силач Который катал бы Герцогские дочерей На плечах И никогда не уставал Когда он перерос И деградировал То превратился В опасное чудовище Когда Джек Украл его гусыню Несущую золотые яйца Облачный великан Решил, что любой Кто заберется на его тучу Будет сброшен вниз Без предупреждения Тут нет отсылок к ДС Вот отсылка к ДС Вот она, отсылка к ДС Ты вот смотришь вот так вот И понимаешь, что ты отсылка К ДС Все Крепкий сукин сын Для сказочной-то твари Этот мир зашел с ума Но я не думала, что он настолько безумен Не могу отделаться от мысли Что ты все это устроила специально Зачем бы мне это? Чтобы избавиться от моей компании Мы совсем рядом с выходом И ты решила, что я тебе больше не нужен Ты ошибаешься Ты мне еще очень пригодишься Да, знаю Я должен тебя отсюда вытащить Идем Постой Я не это имела в виду Мне от тебя нужно нечто гораздо Пацаны, я угадал с ответом И приятное Очень интересно Эй, ну что ты на меня так смотришь? Мне нужен мужчина, Геральт И я не боюсь сказать об этом Понятия не имею, что будет Когда мы отсюда выйдем Так что считай это моим последним желанием Тут еще можно ошибиться, ребята Может и в другой раз Это один из возможных вариантов ответа И подумать Вот дьявол пусть делает, что хочет Главное не ошибиться Главное не ошибиться Ну что, двоечку жать, да? Попробуем съехать Изи 2, говорят Может в другой раз Ладно, ребята Промолчим Уху Воу Эй Нет Она просто У нее другая роль будет здесь 18+, галочку не зря поставили Ей очень идет Там же упереться не обо что Блин, накинули в невесомости и голом В зачарованном мире А нет, все нормально Лопачки Зачем нам... А, вот, голоза в другой А по что они упираются Я не пойму Как это А, к спайдермену отсылка Ясно Ну что, ничего так Ну это первая у нас в этом Единственная, судя по всему В крови и вино Такая сцена Так все, не палимся Ты ничего не скажешь на прощание Скажешь мне что-нибудь? Да Ты права Неужели ни одна женщина с тобой так не обходилась? По крайней мере, я такого не припомню Тогда почувствуй себя на месте многих женщин этого мира Надеюсь, эта сказка хорошо закончится Для меня, для тебя Для всех Возможно Это от тебя зависит Что ты имеешь в виду? Пока ничего Кроме того, что ты услышал Пойдем Я отведу тебя к выходу Ну чисто ДС По цветам По По Туману По Вообще Ну говорят, что там еще одна будет пасхалочка К ДС Надо полутать этого великана Погоди Циклоп Арены Большой красный мотаген О, что-то светится там Так, а здесь у нас клетка Еще один блуждающий огонек Еще один огонек Вниз Я понял О, вот она Вот она Прям вот стопроцентная отсылка к ДС Ну что, костер нашли? И он сядет даже Блин, хорош Ой, хорош Какие они все-таки О, гешефты еще меч дают Реликтовые Гешефт Ну тоже по знакам Урон Тут пять знаков, да? А там четверчик было? Нет, тоже пять Ну, короче, реликтовый меч на знаке Но самое главное, что Ну это прям вот Игра в игре Я уже представляю А что нам сделать в адоне? А давайте сделаем там Чудесный мир Там сказочный герой Давайте туда еще Дарк Соус Запихнем Покажем, что мы можем Взять и создать уровень По Парам 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 А как же мне наверх забраться? Который будет повторять А что, мы можем? Да, давайте сделаем Все, поехали Работаем Мне кажется, что там был Где-то какой-то другой выход Ну, хотя там тупик Вроде как Но А, вон, да Пройти насквозь Это, кстати, тоже в Дейси Есть такой Такое местечко Блин, и чего дальше? Заберешься, что ли, тут? Заберется Хитро, хитро Ну все Костер есть Теперь можем на босса Бегать спокойно Слева от стены разлом Там падающий кит Отсылка к автостопам По галактике Слева В разломе стены Падающий кит Вон там вот В разломе Сюда не Не вижу Видимо, дальше Можно было Посмотреть А, следовать за сианой Уже у нас задача Ёшки-патрюшки Пойдем Просто интересно Зачем тебе было это Сердце туса И княжеское вино Просто это принадлежало мне И то, и другое Знаешь, если бы не эти твои заскоки Мы бы никогда не встретились Знаю Но я не жалею Один раз живу Это здесь Надо просто прыгнуть в колодец Ты первый Опять колодец Да, кстати Замок на Каэр Каэр Морхен Похож Действительно Действительно похож Только колодца не помню Ладно, поехали, ребят Один раз живем Ооо, мы вернулись А тут вообще хаос творится На, на, привычную В фонтане Не слишком практично Это был тайный ход Мы с Анриэтой пользовались им тогда Сбегали от гувернантки Что она, по счастью, описала в своем дневнике Поэтому я знал, где вас ждать Юная барышня согласилась помочь прибрать балаган Который сама же устроила Да, согласилась И не говори со мной, как с ребенком Ты бы предпочла, чтобы я говорил с тобой Как с обманщицей Так, а ну-ка оба Цыть Успокойтесь, мы оба Но Никаких но Но мы же с тобой Полчать Теперь идем Я правда хочу все это закончить Что с лицом? Ну, интоксикация 91% Зато урон там 200% бонусного Все по плану Такая Бишоп, ты пропустил все? Бишоп, 64 61 рус Приходит, спрашивает У вас что-то было? Бишоп, господи Это было незабываемо Как ты мог пропустить? Записи, к сожалению, не будет Эта трансляция специальная у нас будет такая Для элитных пацанов, которые застали ее в прямом эфире Миш еду готовил А я голодный сижу и стримлю Прекрасный вид на всю долину В ясную погоду можно даже разглядеть очертания Дунтын Мне вот очень нравится режиссерская еще работа То есть правильно летает камера, правильное переключение, план Не на грош впечатлительности Несмотря на то, что Что Дэтлов тебе нашел Может, он сам тебе скажет Этих диалогов очень много Реально очень много Нервничаешь? Сейчас будет финалочка, кажется Я всегда нервничаю перед встречей со своими бывшими Особенно с вампирами Не думаю, что он настроен шутить Да я знаю Честно? Да, я нервничаю Вообще-то я хотела смыться Я вроде как дала вам слово, что помогу Только чего оно стоит? Но я должна ему эту встречу Вот и все Внимание Дэтлов сейчас будет здесь Внимание Внимание Субтитры делал DimaTorzok Что-то никого, третий час сидим, кукуем, вот он, пш-пш-пш-пш-пш. Не палится. Просто, ты ли лгала мне или нет? Я прощаю тебя, но нам пора расстаться. А как? Ленточка. И снова я в дураках. Она заплатит. Раньше, позже, но заплатит. Не стоило тебе вмешиваться, ведьмак. Хоп! Вау! Вау! Красиво как! Как красиво! Какая музыка, блин! Итак, у меня полные бутыльки, токсичность 91. Блин, такая музыка заряжающая, прям драйвовая. Ух! Стоп! Да ладно, ладно, нашего как-то сейчас будут. Держись! И ударов прямой. Нет, не такой. Нормально. Вписываемся просто и все. Нет, нормально. Что, дуэлечка? Поехали. Поехали, работаем. Я хотел только получить дедушку. Вы обманули меня. Трайв секс ту вин. Мы не хотели. Черная кровь. Все, следующая фаза. Да ладно! Маслицем намазал. Токсичность ту полирну. О, это зерк, оказывается? Детлап, это демон! Если веришь в богов, начинаем молиться! Тихо, 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 тихо! Тихо! Квен спас! Квен спас! Бей! Ааа, добро, добро, добро! Бей, 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 бей! Не жалей! Так, интоксикация как там? Фух! Подходим, 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 подходим! Ага, я понял. То есть он после взрыва... Вот сейчас надо вернуться! Хорош! Давай! Сейчас вниз, да? И падает. Не, не падает нифига. А может тебя собьем? Не, не сбивается. Опять меня Квен выручил. Старый добрый Квен. Сейчас будет опять... Нет! Нет! Сейчас попадем же! Невозможная интоксикация, блин! Интоксикация, спадай! Я ж не зря тебя... Да твою ж налево! А, это... Крылья обрубили. У него там яд подействовал. Шух! Шух! Блин. Какой... А presence? А-а-а-а-а-а-а. А ну-ха по лицу! Нет ничего лучшего,ер чем прямая слева! Блин. Джордж! Думаешь, это меня удержит? Готовься к смерти, ведьма! Не, я ничего не понимаю. Черная кровь нужна. Броню нужно короче, короче, короче. Так, хпшечки маловато. Самое время сейчас починить броню. Доспех ломается. 86, 86. Наточить топор. Меч серебряный. Я не знаю, вампиру или нет сейчас уже. Скорее всего, не похоже. Ну ладно, намажем вампирской хренью. Возьмем что-нибудь с крайне низкой токсичностью. Можно гром пропить пока что. Вместо отличной ласточки можно взять какую-нибудь... Нет, 25, высокая токсичность. Да, что-нибудь на пятнашку. Даже, наверное, возьму просто касатку. Понятно, что она не поможет мне никак, но... Очень хорошие напевы такие. Сейчас будет опять серьезный такой удар. Блин, у него урон конский просто. Даже у этого... Который был... Так, касатку выпил. Осталось последнее вроде яйцо. Очень мало хп у него. А что, где? А почему? Да блин, что ж такое-то, ну... Короче, можно и пойти. Давай, ну... Скажи, что умеешь. Все? Да! Арбалетом. Бил. Бил. Ну чего, хпшки-то не завезли. На! Убивание еще. Хорош! Блин, шикарная, шикарная финалочка. Так, режиссерски грамотно сделано. Там и... Ммм... Грюк! Ммм... Грюк! Ммм... да нужно тут совсем что-то кардинально делать на части разрубить просто не отрегенится со временем изи с первого троя лел но у меня химик химик столько всего там на бафа на столько резистов хороших и кп нормально и квен юзается как только с эликсиром и Он по задумке должен был ваншотать ХП до жопы Так он не может меня ваншотнуть Если у меня эликсир, что если снимает треть хп Включается квен По задумке Сколько хп у меня не было, все равно врубился бы квен А тебе идет эта одежка Отстань, я выгляжу как шут Кафтан пошит по всем правилам Портновского искусства Из лучших материалов Но чтобы это оценить Нужна хотя бы крупица вкуса Даже совершенное одеяние Не скрывает недостатки воспитания Не в моем обычае спорить о вкусах Это неинтересно и непродуктивно Присутствующий здесь ведьмак Органически не переносит официальных мероприятий А такое ему как раз предстоит Являя для него источник постоянной тревоги Не относите на свой счет его поведение, мастер Он раздражителен, ибо его бьет дрожь ужаса Он терзается, что не сумеет достойно повести себя в присутствии ее милости княгини Хм, я не удивлен Так или иначе, орден Витис Винифера, высшая награда Тусента, требует соответствующего обрамления Не следует ожидать, что княгиня украсит им панцирь, замызганный кровью и грязью При дворе огромное значение придается форме Традиция, этикет Хм, традиция, которая ценит видимость превыше всего Весь этот великосветский блеск и ложно понимаемая щедрость За последнее время я достаточно наслушался о щедрости и прочих добродетелях Мне они тоже не дают покоя Последний из добродетелей — сочувствие Единственный недостающий элемент Ты внезапно поверил в теорию пяти добродетелей после всего, что мы узнали? Это не вопрос веры, суеверии или прочих народных преданий Тут дело в чистой логике Сиана все распланировала заранее Если бы мы ее не остановили, была бы и пятая жертва Чью смерть связали бы с недостатком сочувствия Я расспросил посланца, который вручал мне приглашение на церемонию Сиана во дворце, в уединении Под давлением дворян, княгиня заточила ее в башне А ты не хочешь узнать, кто еще ей мешал? До начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом С чистильщиком Это он доставлял Детлофу письма с фамилиями Может, мы что-то просмотрели? Да, хорошая тема Откуда ты знаешь, что чистильщик доставлял письма? Чистильщик ничего не говорил об этом, когда мы встречались Откуда ты знаешь, что письма доставлял он? Пока ты блистал в лучах славы и примерял новые наряды Я провел свое собственное расследование Что-то подозрительное Ты бы остался мной доволен Для начала я приготовил запас полироля для нашего молодого предпринимателя Я заметил, что в отношениях уличных торговцев принцип взаимности ценится выше всех других правил И ни одно доброе дело не остается без вознаграждения Разумеется, то же самое касается злых и вредных поступков Как это связано с письмами? Когда чистильщик явился ко мне за бочонком, он намекнул, что знает кое-что еще Как выяснилось, при нашей прошлой беседе мы задали ему не все возможные вопросы Достаточно было слегка потянуть его язык, и он все рассказал Он признался, что доставлял Дэтлофу письма Он знал, что это важные для меня сведения, и передал их мне из благодарности Собственно, почему нет? Сходим вместе, если, конечно, тут уже все закончено С моей стороны, да Теперь все зависит от того, сможете ли вы достойно представить мое произведение на торжествах И не уничтожите ли вы его до того, шляясь по всяким подозрительным местам? Я буду осторожен Так, ну что ж, есть подозрение, что будет еще пятая жертва И сейчас раз мы попросим этого товарища Так что, почистим обувку? Грязные сапоги позорят серьезную профессию Прошу Мы хотим тебя спросить Опять? Милости просим Сам я за свободу слов Так что любыми сведениями охотно поделюсь А чтобы вам и обувку не вычистить по случаю Может и правда, стоило бы почистить В таком случае воспользуюсь приглашением Один мой друг говорил, что обувь должна быть столь же чиста, как душа Обувь — зеркало души Отличный слоган Как идут дела? Да хорошо, не жалуюсь А было бы еще лучше, если бы некоторые не только болтали, но и обувку бы чистили Опять? Если ты хотел сказать, что эти сведения не бесплатные, ничего не выйдет Откуда ты эти письма брал? Нищие приносили Почему ты этого при прошлом разговоре не рассказал? Так вы же про нищих и не спрашивали Слушай, эти нищие, ты о них что-нибудь знаешь? Сколько их было? Ну, четверо, каждый принес по письму Только четверо? Пятого точно не было? Считать-то я умею Знаешь что-нибудь еще? Может, у них было что-то общее? Какое у них общее? Они все разные У кого-то башмаки от разных пар, кто и вовсе без башмаков А, я знаю, что у них общего У них у всех нет дома Малец, я сейчас потеряю терпение Напряги память Ты помнишь, как они выглядели? Ну, конечно У меня память хорошая, говорил же Оборванные такие Бородатые Одежда дырявая Про обувь я уже говорил Геральт Позволь мне задать вопрос Послушай, я с радостью приготовлю для тебя еще банку полироля Но ты соберись и ответь как можно точнее Ты знаешь, где их искать? Ну, в ночлежке, наверное Где это? Так это каждый знает Тут недалеко Вот по этой лестнице, а потом направо Так Спасибо Вот тебе за труды Придется нам поискать эту ночлежку Приз курант Цены на услуги по чистке Сапоги кожаные Полировка с пастой 20 крон Сапоги кожаные Чистка пасты без полировки Не рекомендуется 15 крон Сапог кожаный 1 С полировкой Предложение для ветеранов войны Всяческих прочих коллег А также исключительных скупердяев 12 крон Чистка рыцарских поясов и прочих кожных аксессуаров 30 крон Вместе с чисткой сапог И 20 крон без чистки сапог Как видно, выгоднее чистить все Это в прескуранте написано Специальное предложение Чистка металла Пластинчатые доспехи полные 40 крон Нагрудник 15 крон Наколенники 15 крон Шлен 15 крон В случае, если имеется что-то не указанное При исккуранте Могу почистить Цена договорная Открытая ежедневно С 8 утра до 8 вечера Будешь чистый Всем на диво Зашибись Как все красиво Блин, это гениально Это такая мелочка Вот в каждой мелочи Вот в этой игре Это просто Ах Ах Кайф Кайф Просто кайф А я видел вчера мертвяка У него не было глазов И воняло страшно Убирайся отсюда С этим своим приютом Ясно? Это порядочный район Мы тут грязи Водим Опачки А тебе тут чего? Поговорить хотел Ой, сейчас мне морган обьет Поговорить не получится Мы вот тут уж пробовали Только нихера не доходит Сейчас будем иначе разъяснять Ой Господа Спокойней Или ты сам уберешься отсюда С этими твоими пшивыми нищими Или мы тебе поможем Кончилось наше терпение Не будет тут никакой ночлежки Пшли в ван Тут порядочные люди живут Я так понимаю Вам мешает ночлежка? Это почему же? Гляди, Балар Еще один защитник бедноты нашелся Мешает Тут наши бабы и ребятишки живут А рядом с такой голодьбой Нормальные люди даже пройти боятся Да, и логализация великолепна просто Просто великолепна Столько новых слов Все грамотно Все грамотно А что? Есть сомнения? Ха Есть Ты слыхал, Артуа? Она, сука, средь бела дня Оскорбляет Ой Отойдем-ка в сторону, добрый человек Мой друг сам справится с этой Жаркой дискуссией Класс Оп Оп Блин, опять двойка Кишки тебе наружу Ну, блин, ну что же я Да ладно, меня сейчас могут реально заставить Ладно, у меня есть бутылки Давай, парирай Ну, давай Ну, где, где вообще? Эй, хорош, слышь? Сука Давай сюда Ну, добей этого упыренка, а Давай, замочи, замочи Е-е-е, изи Добро Намек понял Валим отсюда Сердечно благодарю вас за помощь Я пытался их урезонить Но опасаюсь, что если б не вы Быть бы мне битым Безмерно вам Обязано Чего они от тебя хотели? Это соседи Они хотят, чтобы я перенес ночлежку в другое место Им не нравится, что я помогаю нищим Я бы и не возражал ее перенести Но мне некуда А вы ко мне по какому-то делу? Чем я могу вам помочь? Нужны сведения Послушай, мы ищем человека, у которого было задание для чистильщика обуви на рюде горле Для чистильщика? Я его знаю Славный мальчик Хм Кто из твоих подопечных недавно с ним встречался? Или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать Но вы подождите немного Скоро все начнут подходить за едой Сами с ними и поговорите Думаешь, здесь соберутся все нищие? Их никто не заставляет Но редко кто может найти пищу где-то еще Так что обычно ко мне собираются со всех окрестностей Мы подождем Спасибо за предложение Химик пересмотрел Парагон Прежде чем я подам вам суп Отдельное спасибо Шантаж Я знаю, что четверо из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма Музыка пошла Вы знаете, что это за дело? Если так, то скажите Ромэн? А что я буду вперед лезть? Сказано было никому про письма не рассказывать Но мне-то ты рассказать можешь? У тебя было письмо И ты его отдал, да? Хорошо, Ромэн Благодарю Кто еще? И у меня тоже было Я его отдал чистильщику И у новенького Но его нет, он не скажет Новенький А у меня до сих пор письмо Опа Я его отдам только через два дня после святого Варнава А ну-ка Мне нужно это письмо Это очень важно А тебе оно уже ни к чему Но я его должен отдать собственные руки Никому не показывать Так сказала та госпожа Грозная была Лучше всего помогать тем Кто справедлив и честен Эти люди очень помогли не только мне Но и вам всем Если кто-то вам угрожал Вы не обязаны держать данное слово А, ну тут усатые, видимо, чё? Из приближенных там никто не остался Ладно, тогда держи Самому тащиться не придется Там вечно такая грязь Письмо Письмо, называющее пятую жертву Зараза Что? Действительно пятая фамилия? Сам посмотри Ну хватит интриговать, ну Скажу тебе Даже я такого не ожидал В этот раз ты займешься княгиней Сестру Похоже на то, что мы недооценились Оно Офигеть Судя по всему Детлов должен был буквально вырвать ей сердце Но сперва сверни ей шею Увлекательно Пара на бал Теперь головоломка сложилась Ну, в смысле, не на бал, а на награждение Боюсь, это больше не увлекательная головоломка Но чрезвычайно важное дело У нас есть доказательства, что в Тусенте готовился переворот Да не факт, что переворот, чего Может просто решила и сестренка своей отменить Без притязаний на Княгиня была последней целью Детлафа Сиана это спланировала с самого начала Определенно Все логично, Геральт Сперва четыре вроде бы случайных трупа Достаточно, чтобы люди заговорили о бестии Мстители Сиана отомстила, не привлекая к себе никаких подозрений А последней должна была стать Княгиня Если бы ей удалось довести план до конца Никто бы не усомнился в том Что она Генриетта пала жертвой собственных проступков Вис Баклер знал, что Княгиня не слишком сострадательна Этим бы ее смерти объяснили Зачем бы сиянию убивать сестру? Из жажды власти? Из зависти? Из врожденной склонности к злу? Да, да, и еще раз да Все три объяснения годятся И не исключая друг друга Впрочем, если тебе интересно, можешь сам ее спросить Я бы хотел узнать о ее мотивах И это весьма похвально Иногда полезно взглянуть в лицо Равнодушие говорит, как без притязаний Она пять раз говорила, что это все ее Она использовала моего друга Как машину для убийства Это дает мне право ее осуждать Но поспрашивать ее, несомненно, нужно Ну, конечно, поговорим Что да как? Согласно некоторым философам Истину можно узнать лишь эмпирическим путем Ты говоришь, Княгиня держит Сиану под замком Дворяне настаивали на более суровой кале Думаю, что Анна Генриетта хотела в той же степени Защитить свою сестру от самосуда Что и своих подданных от преступницы В любом случае, она сидит в закрытом крыле дворца И ждет официального процесса Мне придется как-то обойти стражника, чтобы до нее добраться Ты со мной? Нет, встретимся на Мерлашес После всего, что здесь устроил Дэтлов и его помощники Мне бы не хотелось показываться во дворце Кроме того, обществу сестры, досточтимой княгини Я предпочитаю простой отвар из Мандрагоры И на самом деле... Проще говоря, ты собрался нажраться в одиночестве, потому что ненавидишься Анну Не люблю столько категоричных утверждений Но признаюсь, в ее присутствии я бы за себя не ручался Она жестоко обошлась с Дэтлофом и стала причиной его смерти А теперь еще и это Нет, Геральт, я подожду на кладбище Короче, смотрите Это может быть и сама княгиня отправила письмо последнее Для того, чтобы от сеструхи избавиться Потому что от мужика было указание, что грозная типа тоже она И у нее тоже есть мотивы для того, чтобы все это самое То есть тут, может быть, и... Ну и ссяной мы мутили, как бы, она ничего так Вот, а княгиня такая... Вот, короче, надо быть осторожным Осторожным, осторожным Осторожным Ты че загнул? Что ты несешь? Ты из мягкий знак не поставил в конце, Нубас Несешь Так, возвращаемся во дворец В любом случае Ну так-то да, просто если это действительно указание Ладно, не будем Увидимся сами Левелап? Да ладно, левелап? Да, левелап Ну тут Это уже не решает сильно 49-й левел Пятерочки здесь, пятерочки, пятерочки Там, где нужно троечки, стоят троечки Ну можно дальше там качать Думаешь, если бейстию убил, так теперь И на региса не хочется гнать Он же вроде Очень хороший Молодец Можешь сам у нее узнать Нет, регис вряд ли Мы же через столько прошли Вряд ли ему нужно Ладно, посмотрим Хватит нам Все, мочите тех, кто там Пишет спойлеры Просто, просто уничтожайте их, пожалуйста Так, мне же сюда Или все-таки ниже спуститься Поговорить с Сианой На какой чекпоинт мне поговорить с Сианой Это церемония Да, мне сюда Мне сюда Только, видимо Чутка ниже Не, наверное, я не буду перепроходить другую концовку Потому что уже к 3 часам идет И надо будет еще столько же времени Скорее всего потратить на вторую концовку Тем более я хочу Вам эту игру порекомендовать Если вы еще не проходили Если не проходили Ведьмака Если не проходили 2 аддона Я и так Очень голопом По 2 аддонам Проскакал Один с трансляцией Получилось в результате Это реально много То есть Знаете Старкрафт Ты, дончик Ты за 2 часа проходишь Там 3 миссии И то Страдаешь Ну, специально страдаешь Чтобы ачивки получить Делаешь сложнее А тут Я массу всего напропускал Тут вы можете изучать И изучать Выполнять квесты И выполнять Это вот Только невыполненные квесты Из кровь и вино А еще Короче Мир очень большой И все хватить не удастся Надеюсь, что альтернативные концовки Коих тут не две Судя по тому Что ленточку можно было Например, не брать Стой Мне надо срочно увидеть Сиану По какому делу? Коротко и ясно Я хочу с ней поговорить Это важно Говорить Это ты со своей бабой можешь А не стой, что у княгини под замком сидит Без приказа не впущу И все тут Я открыл важные обстоятельства По ее делу Их надо выяснить срочно А, ну ладно Это ж ты тот ведьмак Что делал расследование? Быстро сдался Значит, право имеешь Но только на пару минут Я постараюсь покороче Ведьмак будет говорить заключенный Можете минутку передохнуть Не слишком бы долгая минутка оказалась Очень это необычно Ой, хороший закат Вообще ракурсы хорошие Пришел проведать, как мои дела? Хорошо, спасибо Ленточка Артуриуса творит чудеса Жаль, ее забрали А то бы я Я знаю, кто должен был стать пятой жертвой Твою мать Вот ведь ищи Я в тюрьме Детлофа больше нет Может, ты остановишься уже наконец? Сиана, не притворяйся, будто тебе плевать Я знаю, это только поза И она уже начинает утомлять Зачем ты хотела ее убить? Такой прекрасный сыщик А спрашивает про очевидные вещи Ну почему, Геральт? Сам ты как думаешь? Потому что она отвернулась от тебя А потом вычеркнула из памяти Браво, Геральт Еще одна загадка разгадана А твое больное любопытство удовлетворено Красиво, да? Правда, ее жизнь уже вне опасности Но вдруг она тебе деньжат подбросит к награде? Разумеется, поделюсь И не обязательно из-за денег А зачем тогда? Она должна знать Если когда-нибудь она тебя освободит Ты снова попытаешься ее убить Скорее всего Ты говоришь искренне, наконец-то Ложь имеет смысл до тех пор Пока в нее кто-то верит А знаешь Это даже как-то освежает Говорить то, что думаешь Пожалуй, я продолжу в том же духе Опасно Я была с тобой мила Потому что хотела затащить тебя в пастель Думала ты мне пригодишься О боже Твой приятель Регис Тебя использует Опа Анна Генриетта Видит тебе лишь тупое безвольное орудие И знаешь что? Она права Блин А ты жалкая змея Нет Ты любишь причинять другим боль, да? Боюсь, я не доставлю тебе такого удовольствия Ведьмачьи мутации, знаешь ли Меня сложно задеть Не бойся Я что-нибудь придумаю Прощай Сиана Тут как раз две разные тоже Два ответвления, как говорят Ай Собака Столько тут вариантов Прикольно Надо обе концовки тут глянуть Это более эпичное, которое ты выбрал Ну вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот Ему тоже есть дело Дамьян Усач Пришло время Ты готов к церемонии? Ой, блин У меня есть важные сведения Анна Генриетта должна была стать пятой жертвой Детлофа и Сианы Ты в этом уверен? Да Уверен Есть доказательства Сейчас не говори ничего, говорю Что ей было убийств и того ада, в который она превратила город Она хотела покуситься на собственную сестру На княгиню Значит Следует усилить охрану и внимательней следить за Сильвией и Анной во время допроса Я займусь этим лично Благодарю за бдительность, ведьмак Я ценю твое участие В таком случае начнем церемонию Идем со мной Княгиня ждет Музыка новая Эй От имени гильдии прошу о помощи, досточтимая княгиня Без бочек все производство встанет, а тогда нам придет конец У вас сгорели все бочки? Я очень опечатана Это крайне неприятное известие Лешка Майор говорит Я признательно тебе только в твоих стримах я могу видеть худший концов Начался, когда чудовища ворвались на склад И тут же все подчистую сгорело Все пропало Все пропало Дворцовый стражник будет послан, дабы осмотреть капелище Если все так, как ты говоришь, надлежащая компенсация будет выплачена вам из княжеской казны Благодарю, Ваша Светлость Ваша Светлость Прибыл Геральт из Ривии Мои дорогие Теперь перейдем к следующему пункту Ой Мне нравится эта концовка Нашим соизволением так будет отмечен ведьмак Кои по нашему приказу избавил Баклер от ужасной вести Пусть этот символ напоминает всем Что ведьмак навсегда останется другом Баклера А от себя лично Большое спасибо, Геральт Ну пожалуйста Дам Йен вручить тебе награду Это же был ведьмачий заказ Слышите, топором? Кроме того, еще один сюрприз Я решила передать тебе дюжину бочонков Сангриаля Вина, которую обычно пьют лишь за княжество Пацаны угощаю Теперь и ты сможешь его попробовать Ты рад? Очень, очень Пять косарей Я должен испортить вам настроение Сиана хотела вас уничтожить Я очень рад и благодарю вас, ваша светлость К сожалению, я должен испортить праздничное настроение Дело в том, что... Сиана собиралась убить вас с помощью Дэтлафа, княгиня Это вы должны были стать пятой жертвой бестии Это неправда Ты наверняка ошибаешься У меня есть доказательства Да, этот Лиссориус привез на встречу Белгороде Я в это не верю Не верит она Я поговорю с Сианой Ты сможешь меня сопровождать? Благодаря тебе я отыскала сестру Но после того, что ты сказала мне минуту назад Я не знаю, смогу ли я судить ее справедливо Мне бы хотелось, чтобы ты ошибся, Героид Я не ошибся Более того, я бы посоветовал быть с ней предельно осторожней Не перегибай палку, ведьмак Это моя сестра Я знаю, как с ней разговаривать Так, а ну-ка Что-то она дерзкая такая Если мое присутствие чем-нибудь поможет Я, разумеется, останусь Она не такая простая, конечно Причастная к убийствам, имевшим место в Баклере Капитан Делатур Прошу, введите Сильвию Анну Анна тоже хороша Сестренку свою И в детстве подставляла И потом не вернула, когда была возможность Они друг друга достойны Ничего так Я свободный человек Я хочу тут быть Княгиня попросила меня Ну тоже каблук Ну что ты У тебя фраз других нет Блин Блин Пацаны Выбора нет Выбора нет Ну точно не первое Я свободный человек Главное, с какой интонацией сказать Я свободный человек Я свободный человек Могу делать, что хочу Вот Так вот Ты повинна в страшных преступлениях Однако Ты моя сестра И мое сердце Не позволяет Судить тебя Как обычную преступницу Я не могу поверить Что ты хотела Меня убить Должно быть На тебя влияло Это чудовище Детла Ты бы никогда Не пала Так низко Да, сама ты пала Потому я попросила Геральта Быть моим советником Он лицо незаинтересованное Говори, ведьмак Да, я ее первый раз вижу Нас ничего не связывает Ой, все Так, я, кажется, спалюсь сейчас Она должна быть осуждена Как и всякий преступник Нормально Важнее всего благо страны Я думаю, вот так вот Легонечко съезжаем с темы Аккуратненько Ваша светлость Как глава государства Вы должны прежде всего Заботиться о благе страны Независимо от того Чем руководствовала Сиана Она опасна для ваших подданных Очень опасна Ты прав Мои подданные для меня важнее всего Я не должна об этом забывать Сиана Тебя ждет суд И справедливая кара Но я навсегда останусь Тебе сестрой Как книгиня Я должна буду тебя осудить Но как сестра Не перестану любить тебя Ой Ты простишь меня Ой-ой-ой Время для бэкстеба Я считаю А ну-ка Это моя сестра Осудите ее Нет, это моя сестра Нет, наверное, надо осудить Давай, давай Замочи ее Обнимашки Никогда Да-да-да-да Лучшие конца в каналах Я к этому шел Просто Топич 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 Ни одна не достойна Ни одна Ой Все мертвые и ведьмак жив Это хэви-рейн Реально Это худшая концовка Типа худшая Но это лучшая для меня концовка Это моя концовка Княгиня меня бесила Использовала С той мы В общем-то Хм-хм-хм Но как бы Потом выяснилось Что да Она тоже не очень Поскакали на единороге Повоевали с гномиками Раздавили дюймовочку И все До свидания Блин Класс Не каблук Да, баб завалил вообще Вообще как мужик Вообще Четенько все Причем я подозревал Что она воспользует Этой возможность Я пришел купить цветы Венок или Нету ничего Все продано А, и у меня орден еще есть Я уже собралась уходить Что мне тут торчать понапрасну Не удивляйтесь, сударь Что такое? Все на похороны пошло Каждый хотел на могилу Княгинь и букет отнести Анимоны Пионы Гладиолусы Гладиолусы А она-то больше всего любила Обычные розы Уж я знаю Потому ее фрейлины сюда приходили Я самые лучшие цветы для нее выбирала По куче По куче С большими бутонами Чтобы дольше стояли Это важно До сих пор До сих пор не могу поверить Погибнуть от руки Собственной сестры Как же это так случилось? Ну там слово за слово Долго рассказывать Я подвел княгиню Я подвел княгиню Мы не подозревали Что Нет Да Тут не все Не все Не те ответы Либо я подвел княгиню Это опять каблук Мы не подозревали Что Сиана Это я тупой А давайте Это Анна Генриетта Была слишком доверчива Анна Генриетта Очень хотела верить Что еще есть надежда Что Сиана раскается Поэтому протянула ей руку Слишком рано И слишком доверчива Да Это я Да Можно и так сказать Погодите Прошу вас Это вам Я испугался Она за цветами просто Извините Сама хотела отнести Но вы возьмите Я знаю Вы и были не чужим человеком Сколько я вам должен? Нисколько Оставьте деньги Поднимите сегодня вечером Бокал за ее душу Я так и сделаю Прощайте Звали торговку Чтобы все сдохли Перепройди последний раз Ведьмака играешь А то Анпийска Нет Ну может быть Еще будет 12 часть Но на сегодня уже Четвертый час пошел Церемония Задание еще Возложить цветок на могилу Анны Генриетты Какая пафосная статуя Посмотрите красота какая И все рыдают Родишься таким страшилой И ничего уже не поможет Блин в точку мужик В точку Ты посмотри на этот нос Ничего не сделает уже Тут еще квест по пути Можно взять Блин слушай У меня стрим уже заканчивается А ты доп квест на 2 часа дашь Я знаю вас Тихо В жилах тусента течет эст Эст Я думаю ты споешь Такое разочарование Норм квест Куда так спешишь? Так да Я просто хочу людей Которые не играли в Ведьмака Или играли Не играли в идоны А доны вообще стоят Того безусловно Единственное минус Это время Вот реально Что это тут? Настолько огромный мир Настолько он Ну как Так то он не очень большой Ну если посмотреть на карту Но на каждом шагу квесты И можно завернуть Сохранять спокойствие Тихо Безобразие не учинять Такой он резкий В левое ухо сразу как заорет Вот То есть реально У вас очень много времени Может занять вот это путешествие Хранить убийцу В одной усыпальнице С княгиней Это кошмар Куда это годится? Потому что Только на два аддона Вот один стримов И то я как бы Только несколько дополнительных заданий взял Ведьмак Я был уверен Что ты уехал Я бы не смог Анна Генри Генриетта была Прекрасная Красивая Добрая Лучшая владычица Какую только можно представить А я ее подвел Каблук А я ее убил Ха Так Прекрати себя жалеец Не время показывать слабость Ты командующий ее гвардией Ты должен подавать пример другим И с достоинством нести караул у ее могилы Анна Генриетта хотела бы именно этого Ты прав Время для слез будет позже Сейчас Важнее всего Княжество Я пришел попрощаться с княгиней И отдать ей последний долг Белые розы Ее любимые Белые розы Ходи она в королевскую усыпальницу Не мог удержаться Несмотря на мое сопротивление В одной зале с убийцей Что? Кто так решил? Регинский совет Выжившие из ума старцы У них вместо сердца Статуты и кодексы Они решили Раз жил их Сильвия Анны Текла королевская кровь И сестра княгини формально не была лишена наследства Она должна быть похоронена вместе с Анна Генриеттой Все так Да, кстати, надо было взять четное количество Что мы как Как на первый звонок С тремя гвоздичками-то, а? Какая концовка лучшая, чудила Самая лучшая Ни у кого такой нет концовки Положить, конечно, на обе могилы Они обе были хороши И обе умерли Музыка прекрасна И зачем бы тебе было все это? Покойся с миром У него опять три розы в руках Мне жаль, что все так закончилось Что я этому не помешал Надеюсь, ты простишь меня Спи спокойно Да, три минус один, два, три Ну, бывает Все в белых розах Все скупили Стильный скляп Очень уединенно Я бы не отказался от такого места вечного покоя В такие минуты я не понимаю Ты издеваешься или правда? Правда, Геральт Правда Я считаю, что это спокойное место Полное нежной красоты Действительно достойно княгини Красивый мозг Ваша печаль по поводу явлений и процессов Которые вам предопределены Не перестанет меня удивлять Пойдем, друг Я пришел забрать тебя отсюда Пора немного отдохнуть от безумства последних дней Опять пить Очень хорошая игра Очень хорошая Я не сумел помешать всем этим смертям И довольно погано себя из-за этого чувства Да ладно, не парься Я думаю, мог ли я что-то сделать В Тусенте сейчас без власти А, говоря точнее, полный хаос Черт Хаос и отчаяние Мога не тает Княгиня умела завоевать симпатии людей Весь Баклер плачет по ней Массовая экзальтация? Что ж Подданные явно переняли некоторые черты своей владычицы Откуда этот сарказм? Я думал, княгиня была тебе симпатична Да И мне ее действительно жаль Мне тоже Тогда давай выпьем Даже сейчас рабочики смотрят на тебя сукаризм Я думал, что Ты более сложная личность Мне всегда казалось, что ты невероятно сложная натура И простых решений не признаешь Ну, например, не топишь горести в вине Есть такие горести От которых просто нет другого средства Что ни говори о Сиане А характер у нее был несгибаемый Признаю Хотя Лучше бы ей иметь более философскую натуру Чтобы время от времени ее посещали мысли О правильности собственных поступков Правда Как тебе самогон? Не слишком крепкий? Самый раз Это заслуга местной мандрагоры Официнарум Клубни, растущие в вулканической почве Имеют выдающиеся вкусовые качества И обладают уникальной темно-коричневой окраской Захватывающе Но самогон у тебя вышел удачный, это точно Собственно Я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас Не хочешь ко мне присоединиться? Отходил, че Раз уж не так загорелся, давай сходим Но ты забываешь одну вещь Свежий корень мандрагоры Очень токсичен даже для ведьмака Ничего подобного Я никогда не забываю о мерах предосторожности Прошу Вот тебе рукавицы и маска На денег тебе ничто не будет угрожать Спасибо Ну ладно, пойдем Еще задание Свет луны настраивается Стоп Так, во-первых, маска И перчатки Но это не те перчатки, которые мы ищем Может квестовые, как вещи для заданий, может Вот Маска для сбора, раз Противогаз времен Первой мировой Ну и перчатки, особые перчатки Мечтательный лад И о чем же ты думаешь? О сиськах суккуба? Нет Я, например, думаю Что все может выглядеть интересно При правильном освещении Даже старая туша трупоеда? Тебе, дорогой друг, деликатности не на грош О Собранный корень И второй Где-то неподалеку Мне показалось, что там мелькнула какая-то иконочка Мне показалось Нет Тут-то точно мелькнуло, что-то как-то я мимо проходил Нет Я немножко не трезв уже Извините меня, пацаны Что-то я раз 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 Два Три О А, не Блин, ну где он? Не то Они красные, говорят И что? Темно просто Что там вы бунтуете? Что за бунт? Кругущий Я по кругу иду Или в центре имеется ввиду Расхититель гробниц? А вон вижу Ё-моё Я реально тут Готово Готово Куда вампир-то сделался? Нелегко будет его выследить В конце концов он Вампир Используй ведьма Чичитер Заврэза Куда ты подевался? Найти Региса Региса Регис Блин Ты потил руку на вампира За это ты умрешь Я беру то, что должно ПРС Это кто? Это у нас еще посреди ночи Это Ё-п Так, пью все, что есть И что нет, тоже пью Давай гром Сюда эту Раз Вампир Кровь Еще черную мне Налить Бы Поехали Бруксом Кто еще раз? А, ну ясно Брукса назвали тебя изменником Кодекс чести вампиров прост Даже тривиален Или ты с ними до конца В любой ситуации Вне зависимости от обстоятельств Или Тебе не простят Не простят Но на мое счастье Также обязателен и другой принцип Столь же тривиальный, как и первый Его хорошо передает поговорка С глаз долой и с сердцем он Поэтому я уезжаю из Тусента Скорее всего на долг Понимаю Вернемся ко мне Чудовищно хочется еще немного выпить Невероятный букет Мягкое раскрытие И неожиданное послевкусие Ты не находишь? Я не силен в дегустациях Ну так самое время начать обучение В конце концов, винодельня Корва Бьянка твоя Можно туда вернуться, говорят Я оставил в твоем новом доме Небольшой подарок На столике у кровати Спасибо Может скажешь, что это? Так, безделушка Но может оказаться полезно Если вдруг понадобятся мутагены Кстати, ты не думал, что будешь делать Скоро Бьянка Повесишь мечи на гвоздь И посвятишь себя заботам о виноградниках? Я создан убивать чудовищ И женщин Такая жизнь не для меня Может я и буду забредать туда Перезимовать Выпить вина Но мне нужно движение Быть ведьмаком Это не вопрос выбора Ведьмаком ты остаешься на всю жизнь Нельзя вот так Взять и перестать быть ведьмаком Потом Еще есть для меня работа Гули сами не переведутся Забавно Каждый раз, когда мы встречаемся Происходит что-то потрясающее Помнишь Как мы сидели когда-то Совсем недалеко отсюда Спрятавшись в пещере И вокруг Бушевала вьюга Как я могу забыть Мы отправились спасать Цири Из лап Вильгефорца Как раз Встречу с Вильгефорцем Я вспоминаю с наименьшим удовольствием Но Тогдашнее пребывание В Баклере Было Более спокойным Чем это Тогда нам казалось, что это Сказочные земли А проблема здесь может быть одна Недостаточно вместительный вины погреб Видимость, Геральт Видимость А она по обычаю мамунов и доплеров обманчива Что собственно стало с Вильгефорцем Я убил его Но признаюсь, это было нелегко Ты уже знаешь, куда собираешься ехать? Главное, куда-нибудь подальше Я подумываю, двинуться на юг В Нильфгард Почему нет? В Нильфгард И общество современное Там никто не верит в вампиров И это может оказаться очень полезным для сохранения комната Интересная точка зрения Не хочется мне никуда идти Посидим здесь еще немного, дружище Посидим, мой друг Мы были свидетелями И не однажды Виновниками судьбоносных событий Теперь же после стольких трудов Нам полагается отдых Да, полагается Он в душу посмотрел мне Класс Прекрасная игра Очень рекомендую еще разок Если вы не играли Или не играли в аддоны Прям вот очень хорошо Внимание к деталям Великолепная музыка Графика Звуки Хорошей диалоги Локализация превосходная Будете смеяться во многих моментах Ну А я с вами прощаюсь на сегодня Нет, подождите Надо зайти в Корвобьянка Вообще я бы с удовольствием пошел домой Домой С удовольствием пошел домой Надо вернуться в свое родовое гнездо Да, на винодельню В винодельню в Корвобьянка Прямо по курсу Быстрый переход А почему пираты в чатике? Еще не все Иди домой Да, да, да Я как раз хочу туда Что-то бунтует, пацаны Что, что бунтует? Тебе квест дали только что Там Грузия хорошая Так у нас лучшая концовка получилась Самая лучшая концовка Седой вроде Худой вроде Я А на турнире так с ним никто и не сладкий Это было такое по Варкрафту Погодите, погодите Ваша милость К вам в дом вломилась какая-то личность Опа Я пробовал задержать Но меня и слушать не пожелали Кто там еще? Боюсь, ваша милость Даже представиться не снизу Это пацаны из чатика уже домой приехали Ну ладно, ладно Давайте посмотрим Кто там у нас? Лютик, вот и ты наконец Ничего себе Лютик? Что ты здесь делаешь? Геральт? Как это что? Навещаю старого друга, разумеется Ему рассказать про герцогини? Я привез тебе подарок Для нового Хотя он от нее вроде скрылся Вау, Лютик завоеватель, да? Отлично Очень круто Он же тоже герой Ты выглядишь очень достойно И мужественней, чем в жизни Да Художница Моя подруга Она и правда могла сделать меня немного шире Она хотела как лучше Не сомневаюсь Но это же картина из твоего заведения Это ее идеальная копия Она твоя Чтобы ты всегда обо мне помнил Ну ладно А кстати, Геральт, важное дело Если что, я здесь интан Когда я в последний раз приезжал в Баклер Анна Риетта Ну то есть, княгиня Не беспокойся Лютик Да Ну то есть, княгиня Лютик Ее немного занесло И она прогнала меня на все четыре стороны Я бы не хотел Лютик Анна Генриетта Мертва Что? Но как же? Пойдем Я тебе все расскажу Нет, не заставляйте меня концовку хорошую открывать Я не хочу перепроходить Три-два-два уже время Три-часа двадцать две минуты Стрим идет Блин, Лютика расстроена Я не смог удержать Сиану Она убила княгиню Сиана тоже мертва Но это слабое утешение Правда? Убогие Это огромная, огромная потеря Блин Она была как солнечное утро Как яркий мотылек среди ночных бабочек Жаль, что я не приехал сюда с тобой Вместе мы наверняка что-нибудь придумали Но у меня было Так много дел Что у тебя слышно? Как у тебя дела, дружище? К сожалению, не слишком-то Стоило тебе уехать из Новиграда, как на нее напали на улице Ее ранили Она долго приходила в себя Но, по счастью, теперь ее... Это о ком речь? Еще раз я пропустил Как такое могло случиться? Кто на нее напал? Я все еще не нашел этого ублюдка Но когда найду, он очень пожалеет, что на свет родился Лютик Мне жаль, что меня там не было У тебя своих забот хватило А, на прицелу Да я и не жду, что ты будешь спасать меня ото всех бед Потом речь же идет о прицеле, так что я должен сделать это сам Как идут дела? Вы по-прежнему держитесь с Золтаном корчму, или он уже занялся чем-то другим? Ну, ты же его знаешь За кружечкой он рассказывает о своих планах А потом ничего из этого не выходит Так что мы по-прежнему работаем вместе Недавно вот выяснили, что основной поставщик вина в Новиграде Мошенник Разбавляет вино И так ловко, что разницы ты бы на вкус не почувствовал Тогда как вы узнали, что он обманывает? Ох, как-то одолела меня меланхолия И я решил, понимаешь, немножко напиться Даже немножко больше, чем немножко Выпил бутылку Ничего Выпил другую Знаешь, едва только легкий шум, так это, в голове Хорошо, значит У тебя голова становится все крепче Терпение и труд Нести мне Так вот, после пятой бутылки у меня наконец-то начало двоиться в глазах Тогда я подумал, что это просто день такой И на завтра повторил эксперимент Эффект был тот же самый Я рассказал об этом золотом Он тоже проверил и подтвердил Тогда мы прижали поставщика И он признался Я пригрозил, что расскажу о его художествах, если он не даст мне скидки Дал Сука Долго ты собираешься сидеть в Баклере? Ну, у меня были планы немножко здесь поразвлечься Присылок протестов не заявляла Но раз уж моей анриэции, то бишь, книги не больше нет, то Нет и смысла Она слишком много для меня значила Чтобы я мог теперь гулять по этим улицам и знать, что никогда ее не встречу До встречи, Лютик До встречи Ну что ж, на этой неоднозначной ноте Наверное, все-таки аккорде даже С разными нотами Мы заканчиваем трансляцию по Ведьмаку Одиннадцатую часть Не будет ре Я видел многочисленных бобров в чате Но те люди, которые ставят бобров, они, видимо, не знают Что Что Это не тот метод, которым можно меня убедить Что-то делать Я упрямый И могу делать назло А если серьезно, уже три с половиной часа И надо собираться домой Спасибо за то, что смотрели Концовочка запоминающаяся, что ни говори И В очередной раз порекомендую вам все-таки Если будет у вас возможность Поиграть в Ведьмака самостоятельно А, подарок от Регис Он же говорил, что оставил у меня В доме Какой-то подарок Давайте напоследок подарок Дворецкий, не дворецкий Картина лютиковская Заберемся наверх, наверное Столько для доспехов Не, не здесь В тайнике смотрел У меня Тайник есть? Да, есть тайник Направо вот сюда Мне нужно в комнату зайти Судя по всему Вот она Что это? Письмо от Региса Дорогой Геральт Раз ты читаешь эти слова Значит, я уже далеко за пределами Тусента А ты нашел мой Мутагенератор Разумеется, ты можешь выбрать Для этого инструмента Абсолютно любое название Более соответствующее Твоему вкусу А также лучше отражающее Его действия Поскольку я не сомневаюсь Что твои знания Относительно мутагенов Гораздо более глубокие И лучше систематизированы Нежели мои Я работал над этим устройством В свободные минуты А теперь, когда оно уже готово Я уверен, разумеется, лишь в той степени В которой может быть уверен изобретатель До того, как его изобретение Будет использовано по назначению Что этот аппарат пригоден к использованию Ты, наверное, думаешь о том Какие функции он должен выполнять Так вот Как явствует из самого названия Мутагенератор создает мутагены Он работает по принципу поглощения энергии Электромагнитных волн из тела В твоем случае это будут тела убитых Тобой чудовища злодеев Когда же заряд достигнет критической точки Мутагенератор преобразует Аккумулированную энергию В большой мутаген Который, как я считаю, может тебе пригодиться Как ты, должно быть, понимаешь Я конструктор-любитель А потому прости мне Что у тебя не будет возможности Влиять на результат операции Мутация происходит случайным образом Так что результатом Ее будут зеленый, красный или синий мутаген Более или менее попеременно Надеюсь, ты найдешь мой подарок полезным Искренне преданный тебе друг Эмель, регис, рогелек, терзев, готфрой Да, регис, короче Мутагенератор И он сам, видимо, будет наполнять То есть его не нужно будет там Куда-то ставить В дополнительный слот Он просто будет работать Перчатки бы, конечно, поменять По-хорошему До конца письмо не прочел Как не прочел письмо до конца 3000 золота стоит Генерирует мутагенератор Да-да-да Да вроде подписался Может по скриптам пропустил я какой-то Так, нет Ни ремесло, ни это Не должно быть здесь, по идее Ладно Спасибо еще раз за внимание И запись, если вы пропустили Там эту трансляцию Появится она завтра днем Сейчас я поставлю ее загружаться И должно все быть хорошо Хорошего вечера Спокойной ночи А я пойду домой Пока